Такой длинный спицей бьет тебе тату. Откуда появилось? Там спит у него на игле. Что это такое? Дизму 2,5 тысячи лет. Понятно. Шаманы, которые тату. Жертву тоже надо кого-то принять? 10 фур травы. Сколько стоит? 7,5 миллионов долларов. Всем привет, друзья. Сегодня у нас в студии замечательный гость. Его зовут Константин. Мы два года пытались с ним встретиться и записать интервью, так как у Константина работа связана с путешествиями и частыми перемещениями по земному шару. Это сделать достаточно непросто. Но сегодня нам это удалось. И мы будем разбирать подробно тему сакьянт. И, скорее всего, даже это будет несколько выпусков на нашем канале. Это будет очень интересно. Поэтому следите внимательно, внимательно слушайте и пишите в комментариях свои вопросы. Если они у вас есть, мы потом на них постараемся ответить очень оперативно. Кость, расскажи немножко про себя. Расскажи свою личную историю. Как ты вообще соприкоснулся с культурой сакьянт? Как познакомился с Кобом? Ну, во-первых, я лет 18 назад приехал жить в Таиланд. Это отдельная история. Мне нужна была сезонная работа. Так как я увлекаюсь... Ты, наверное, знаешь, что такое реконструкция. Да. Вот. Викинги, мечи, кольчуги, оружие. Это все происходит летом. Плюс у меня с детства любовь к мотоциклам. Это тоже все летом происходит. Да, и плюс я люблю путешествовать. Ну, как правило, большинство людей путешествует летом. Поэтому я искал сезонную работу. А в Таиланде в туризме сезон, он где-то с октября по апрель. То есть полгода у тебя свободно. Собственно, из-за этого изначально приехал. Потом уже открылись бизнесы несколько. Первый, второй, третий. И будучи реконструктором, ну и как большинство вообще обычных людей, я хотел какое-то тату со смыслом. Тебе, наверное, это знакомо, я думаю. Потому что какой-то древний символ, который имеет какой-то смысл, значение. Возможно, его можно использовать как оберег или амулет. Он тебе как-то будет помогать. Ну, естественно, я хотел какой-то славянский или русский символ. Перекопал кучу литературы на тему археологии, антропологии, этнографии древних славян. И выяснилось, что до нас не дошло ничего. Вообще ничего. То есть какого-то символа, который мы точно знаем, как он назывался, что он обозначал, и что вот именно его наносили. Ладно, даже на кожу не надо. Археология до нас не донесла мумии древних славян. На предметы какие-то, на оружие, на предметы быта. Как же самый знаменитый символ? Кававрат, да, наверное. Кававрат впервые встречается у нас на могиле польского художника, если я ничего не путаю, 1816 или 1826 год. Где-то как-то так вот. Его смысл, значение и даже название придумали неоязычники где-то году так в 1991-1995. Не так давно получается. Да, то есть это совсем новый символ. Он никакого отношения к древнеславянской какой-то истории не имеет, тем более к татуировкам. Есть упоминание рабских путешественников, что у русов или у русичей, у воинов руки, плечи и ладони были забиты какими-то синими татуировками, которые передавали им удачи в бою, по их мнению. Это все. Никаких картинок, эскизов, ничего до нас вообще не дошло совершенно. Поэтому, когда я осознал, что я не смогу найти достоверную информацию про какие-то славянские тату, я стал расширять поиски, искать уже что-то вообще из древней культуры. Ну, не хотелось быть какие-то китайские иероглифы, хотелось чего-то поинтереснее, посерьезнее. К тому времени я как раз приехал в Таиланд и, наверное, через фотографии Анжелины Жули, через фотографии каких-то тайских звезд я увидел, что, оказывается, есть некая традиция, какие-то специальные, очень сильно специальные мастера набивают на тело человека мантры. Это делается только вручную. Потом они их наговаривают. Ну, то есть иглы, да, специальные. Вот есть тоже такой миф, что это делается всегда только бамбуковой иголкой. Ни разу в жизни не видел. То есть очень много объехов мастеров, но все бьют только стальной спицей. Всегда. Может быть, когда-то в древности били бамбуком, но я такого не видел никогда. То есть не сталкивался. Псевдо-мастера, их, конечно же, очень много, такие, скажем так, самозванцы, да, которые на пляжах, тайцы, не тайцы, непонятно, какие-то азиаты, сильно выпившие, туристам там бьют. Там, да, бамбук используется. Шаманская татуировка. Настоящие мастера знаменитые, признанные, да, на весь мир. Они используют только стальные спицы. Так вот, до меня дошел слух, что где-то в Таиланде это есть. Я стал искать. Плюс я тогда подрабатывал журналистом в журнале для русских, на русском языке, да. Я частенько там писал какие-то статейки про некие элементы тайской культуры, там, про религию, про какие-то праздники, события. Что за журнал был? Журнал назывался «Азия». Он давно обанкротился вместе с потоком русского туризма за границу, вообще с падением рубля. Это все исчезло. Вот. И мне сказали, что неплохо, если ты напишешь об этих татуировках статью. Я стал искать, столкнулся с тем, что местные жители, в принципе, как и мы с тобой русские люди, очень плохо знают свою культуру и подсказать что-либо они категорически не могут. Ну, у всех какие-то слухи. Я тебе могу привести пример. Вот смотри, мы с тобой оба русские люди. Насколько много ты знаешь достоверной информации про, например, какие-то православные традиции и обычаи? Слушай, я думаю, что вообще нисколько. Оказалось, что то же самое с тайцами. То есть даже на вопрос, а где можно найти этого шамана, все отвечали вот там. То есть давали категорически разную информацию. Кто-то говорил на севере в горах, кто-то там на юге в пещерах. Кто-то говорил, что вообще их уже давно нету. Это все неправда и давно все это пропало. Вот. И тогда мои поиски на тот момент окончились неудачей. Я не смог найти никакой информации, никакой литературы. Оказывалось, что это учение или традиция на сто процентов устная. То есть это значит, что каких-то учебников, записей, книг, манускриптов, ничего нет вообще. Только устно от мастера к ученику. Исключительно. Как бы нет литературы, нет книг. Мне очень часто пишут сейчас, по сей день, постоянно. Что почитать? Ничего. То есть нет достоверной литературы, не существует. Более того, как владелец какого-то знания, сакрального, это человек, мастер, он, конечно же, не хочет его распространять в массы. Это не в его интересах. Тут даже не в бизнесе дело. Например, вот наш с тобой мастер, когда Ачанкоп, он боится афишировать где-либо настоящий янт. Ты, наверное, видел у него каталог. Да. Вот каталоги, в основном там янты без нужных значков, без нужных строчек. Или с другими мантрами. С другими мантрами. То есть почему? Он, например, боится, что, так как он верующий, он боится, что, например, какие-то глупые подростки будут бить у себя это, ну, допустим, на стопах, на пятках, там, извиняюсь. Ну, грубо говоря, сквернять. На заднице. Культуру. То есть они сквернят культуру. Все правильно. По совокупности этих причин эта вся информация не афишируется и местонаселение свободно, ей не в воде. То есть водитель какой-то, таксист или массажистка или даже школьный учитель подробно, грамотно и правильно рассказать про Сакьян тебе не смогут. Вот. У нас очень часто заблуждение такое, что вот если тайц, любой, неважно какой, он знает про тайскую культуру вообще все. Это неправда, так же, как и в России и в любой другой стране. То есть этими знаниями владеют специально обученные люди. Вот. Поэтому поиски у меня заняли где-то год. И я проиграл эту игру. То есть я не нашел мастера, ни одного достоверно, правильного, настоящего. И спустя год я был на минеральных источниках, есть такое место. И, значит, увидел, что довольно большая группа мужчин, забитых татуировками, бородатых, волосатых, принимает минеральные ванны. То есть, ну, человек 40-50. Угу. Вот. Я решил, что это байкеры. Я тоже сам катаюсь, решил пойти поздороваться. Подошел, смотрю, что на стоянке нет ни одного мотоцикла. Потом я подумал, что, может быть, это мусульмане, какой-то мусульманский праздник. Вспомнил, что у мусульман запрещены татуировки. Вот. Мне стало интересно, кто это вообще. Я подошел, спросил, вы кто, извините. Вот. Они сказали, что они шаманы совершенно разных направлений и отраслей. Там их огромное количество. Об этом попозже, да, поговорим. И что вот у них есть традиция. Они раз, сейчас вот я уже не помню, то ли в пять, то ли в семь лет они встречаются все вместе, медитируют в какой-то пещере несколько дней. Потом они принимают эти минеральные ванны, буквально там часик и три, и разъезжаются. Вот. И вот таким образом я с ними пообщался. Они сильно удивились, что я знаю тайский. Подарили мне перстенек какой-то с мантрами тоже там. И, собственно, так ко мне попали их контакты. Дальше я уже стал звонить, ездить, смотреть. Я объехал больше десятка мастеров. Значит, и действительно знающими, и умеющими, и соблюдающими все правила оказалось буквально три-четыре человека. Остальные были так. Словно, ну, я тебе сейчас объясню примеры. Смотри, например, когда... шаман, как бы, который там уже 30 лет в теме, не помнит мантры, он их подсматривает в книжечке, да, в которую он себе там выписал их. Или было даже такое, что типа шаман, у него, знаешь, как он вот бьет янты, у него из силикона отлитые такие заготовки, типа как штампы, он их мажет чернилами, так, шлеп, и пробивает по контуру. То есть получается, что у всех, у всех пришедших совершенно одни и те же мантры набиты, хотя весь смысл в этом, да, это у кого-то мантры здоровья, у кого-то любви, у кого-то там мужества, отваги, у кого-то денег, ну да, их там тысячи, а тут у всех совершенно одинаковый размер, одна и та же картинка, и в ней одни и те же мантры. Ну вот я посмотрел там, что нет, это, пожалуй, не мой вариант, поехал там к другим, они машинкой сидят, бьют, и при этом пьют пиво, и бьют машинкой мантры, то есть тоже, как бы, не та тема, вот, и вот, на мой взгляд, я для себя, да, отобрал троих, которые действительно все помнят, все соблюдают, все правила, не пьют алкоголь, у них тоже, у шаманов, есть свои правила, их довольно много, как нужно правильно жить, чтобы ты был правильным мастером, да, и ты действительно мог менять жизнь человека, чтобы появился силу, вот, и вот, среди этих мастеров был один монах, значит, к нему я не ездил, впоследствии, почему монахи не могут трогать женское тело, да, то есть это считается грех, даже когда он просто набивает тату, и вот он рукой держит, упирается, да, и вот он, получается, что он трогает женщину, плюс, плюс она при нем, перед ним снимала одежду, как-то обнажали, обнажала там плечи, допустим, считается, это уже не совсем правильно, мнение расходится, но кто-то говорит нет ничего страшного, кто-то говорит это страшно, я как бы решил на всякий случай вычеркнуть из списка, да, плюс очень многие люди, которые обращались ко мне впоследствии как к проводнику и переводчику, ну, где-то половина из них это были женщины, а он их трогать по правилам как бы не может, поэтому я решил к нему не ездить, осталось еще два мастера, это Ачан Ну, знаменитый, он живет в Бангкоке, к нему приезжала Анжелина Жули, Брэд Питт и многие-многие другие звезды, считается, что он довольно сильный, но он стал однажды, видимо, после визита всех этих звезд, он стал брать довольно большие деньги, то есть он может за сеанс, за небольшое тату взять там 3-4 тысячи долларов, 2 это совсем маленькая, это вот такая татуировочка будет, если забить пол спины, то, ну, это тысяч 10 долларов может запросто стоить, а у них есть такое правило, что если ты начинаешь брать много денег, ты продаешь свой дар, и его как бы у тебя нету больше, ты его поменял на деньги, поэтому, опять же, общество разделилось сейчас в Таиланде, многие тайцы ему все еще доверяют и приезжают к нему, многие говорят, что он продал свой дар, он бизнесмен, больше он не не тату-шаман, да, то есть он много зарабатывает, у него там Мерседесы, Бэрбэрс, Ворле и Решке, я помню, показывали как раз этого мастера, да, было дело, вот, и вот третий мастер, на котором я, как бы, да, остановился, это Ачанкоп, он не монах, как и Ачанну, то есть тату бьют два типа людей, это монахи, то есть это лысый дядя в оранжевой тряпке, который ушел в монастырь, или пожизненно, или временно, вот ему трогать женщину нельзя, вот, есть вторая категория, это шаман, шаман, это у нас лидер некого языческого культа, который поклоняется духам, умершим людям каким-то, вот, допустим, коп поклоняется духу своего умершего учителя, да, вот, которого в то же время в буддизме возвели в лик святых, вообще в Таиланде все очень сложно, там просто адская смесь буддизма, индуизма и язычества, об этом попозже поговорим тоже, если хочешь подробно, дать тебе расскажу, вот, собственно, почему я остановился на этом мастере, во-первых, для нас это важно, для русских, он бьет, или для европейцев вообще, он бьет красивее всех, то есть он бьет очень красиво, очень тонко, он в голове масштабирует, разворачивает, переворачивает любые картинки, я не знаю, что у него там, гв-компьютер, скорее всего, потому что он с соблюдением всех пропорций увеличивает в любых вариантах, в масштабах, любые картинки, может их сделать уже шире, длиннее, выше, там, как бы, все изменить, но при этом пропорции все остаются, для меня это вообще загадка, я много раз, я к нему отвез, может быть, 10 тысяч человек, и наблюдал, как он работает, я до сих пор не понимаю, как это вообще люди делают, он вообще не рисует татуировку, он просто наносит ее границы, даже больше не для себя, а для человека, который ему будут бить, чтобы он посмотрел в зеркало, так ли? Да, как, допустим, говорит, шире, он просто берет, перечерчивая границы шире, все пропорции соблюдаются полностью, то есть, это масштабирование, да, получается, он проводит, плюс он берет относительно небольшие деньги, татуировка для человека с средними запросами, то есть, допустим, я хочу больше зарабатывать, да, вот как я, когда ты к нему приехал, сейчас расскажу, может стоить долларов 300, 200, 300, 400 долларов, я считаю, это совершенно посильная, да, как бы, сумма, даже для обычного тату, а тут ты получаешь тату еще со смыслом, плюс этот человек, он не использует 99, наверное, процентов этих денег, потому что они ему просто не нужны, ты у него был два раза, ты знаешь, что он с шести утра до часу ночи бьет тату, у него нет времени тратить деньги, он почти все относит в храм, вот, то есть, он соблюдает какие-то приличия в жизни, да, то есть, не пьет алкоголь, он там, не ругается, допустим, матом, не гуляет, не тусит, не принимает наркотики, ему просто некогда, ему просто некогда, и у него нет желания, ему действительно нравится все это делать, он бьет тату с шестнадцати лет, сейчас ему около семидесяти, он верующий человек, он считает, что вот эта реинкарнация, которая, что в прошлой жизни он тоже был тату-мастером, и он считает, что эта реинкарнация ему дана для отработки, то есть, потому что, по сути, смотри, он находится в тюремном заключении, то есть, это человек, который всю жизнь, практически никогда не может покинуть свой дом, к нему люди едут со всего мира, вот в данный момент, у него запись идет даже на апрель месяц, то есть, он не может себе позволить, считается, что если он улетел, или уехал куда-то отдохнуть, а приехали люди, которым нужна его помощь, допустим, у них бесплодие, и он их не принял, потому что его не было дома, считается, это грех, плохая карма для него, вот он считает, что таким образом, ограничивая себя всю жизнь, он отрабатывает плохую карму, ее выплачивает, то есть, почистить карму невозможно, ее можно только выстрадать, это вот его тип страданий, то есть, он устает, он сидит круглые сутки, бьет, бьет, бьет всю жизнь, нигде не было, ничего не видел, и он верит в то, что если в этой жизни он достаточное количество набьет тату и поможет людям, в следующей жизни он родится в богатой семье, он проведет всю жизнь в тусовках и, значит, на расслабоне, и в следующей жизни он уже не родится, то есть, это цель всех буддистов, он уйдет в нирвану, вот он и в это верит, поэтому, собственно, ему особо деньги не нужны, тратить их некуда, и он соблюдает вообще все совершенно правила, он проводит все обряды, он каждое утро, ты утром у него был, да? Да. он выходит из спальни, он сразу молится сначала, да, потом уже приступает к работе, вот, и вот поэтому я, собственно, написал статью именно про него, и дальше произошло довольно все интересно, и само собой, как бы, да, кажется, но тот же копник говорит, что мы с ним знакомы не первую жизнь уже, и что все сложилось не зря, так, вот, вышла статья о том, что есть некие тату, что культуре много тысяч лет, да, и что вот якобы они меняют судьбу, лечат болезни, и все-все остальное, в редакцию сразу стали звонить люди, просить мой номер, вот, я разрешил поделиться моим номером, и так вот первый раз я уже попал к нему как переводчик, люди ехали с совершенно разными проблемами, без поводи, в основном очень много едут, у кого-то был рак, у кого-то там личная жизнь не сложилась, у кого-то всю жизнь, вот за что не возьмется, деньги всегда сгорают, уходят куда-то, да, я вообще теист, ты, наверное, тоже, да, теист или нет? Я практик. Практик, вот я тоже, я практикующий атеист, скажем так, значит, смотри, ситуация в чем, сначала я относился к этому с юмором, то есть, приехала, допустим, пара, говорят, что вот мы лечились там и там и там, у нас без поводи, ничего не получается, вот, он там набивает две маленьких картиночки с мантрами, произносит какие-то наговоры, я сижу, да, мысленно над ними смеюсь, ну или там, ну как бы, и я даже им говорю, ребята, зачем вы во все это верите, ну это просто старая традиция, это как бы, ну, больше этнографическое богатство, ценность, да, там какой-то вот эстетизм какой-то, да, ты видел, есть люди, которые забивают все тело с океаном, очень красиво выглядит, вот, они говорят, нет, мы в это верим, потом в течение года было несколько случаев, когда у людей действительно проходили какие-то болезни, рождались дети, и я решил, что, ну, наверное, в этом что-то есть, надо попробовать, где-то год уже мы были знакомы, я приехал к нему и сказал, что я не верующий, я атеист, я не верю вообще, что там сидит на небе какой-то добрый дядя, который всем помогает, да, и все остальное, на что он мне ответил, это вот чисто русская тема такая, очень много мне говорят, надеюсь, что, ну, слушай, если в это веришь, типа, оно все исполнится, если нет, оно, конечно, все не сбудется, он мне сказал, что это вообще совершенно никому не интересно, и ничего не значит, веришь ты или не веришь, если мантры были нанесены, и наговор был сделан правильно, и ты соблюдаешь правила, которые тебе дали, то это все сбудется, независимо от твоей веры, я ему сказал, что у меня, в принципе, все хорошо, и со здоровьем, и там, с женщинами, я хотел бы побольше зарабатывать денег, потому что я люблю путешествовать, для этого, к сожалению, нужны деньги, да, никуда не денешься, тут он тоже меня удивил, потому что я был уверен, что, и многие, кто мне пишут, и вот кто приезжает к нему, уверены, что, если тебе нужны деньги, вот мантр денег, набивают, наговорили, уехал, да, на самом деле, смотри, что он сказал, но тебе, кстати, тоже все это написано, что тебе чего-то не хватает, он сказал, что, чтобы больше зарабатывать, тебе нужно стать более уверенным в себе, избавиться от лени, избавиться от тупости, да, там, обрести или улучшить свой удар, красноречивание, договориться с людьми, им нравится, обрести удачу, и много-много чего, там, уверенность в себе, мужество, какую-то отвагу, решительность, много дополнительных факторов, из которых складывается, как раз, дополнительный заработок, мантры денег он мне так и не набил, он мне набил много разного, всякого, что в совокупности меня изменило, да, по его версии, меня изменило, и ко мне пришли деньги, но вот, что я почувствовал, действительно, себе, не испытываю какую-то фанатичную веру, да, во все это, то есть он мне набил несколько мантр, и сказал, что, ну, потихонечку, ты что-то почувствуешь, какую-то разницу, я принципиально соблюдал все правила, которые он мне дал, просто проверить, что будет дальше, да, где-то через полгода все окружающие меня люди и сотрудники стали спрашивать, что я курю, вот, потому что я стал спокойным, перестал с ними ругаться вообще, даже были эпизоды, что на работе ко мне подходили, заводили меня там за автобус у нас, там автобус стоял, за автобус, и говорят, слушай, отсыпь травки, пожалуйста, немножко ты куришь траву, все знают уже, как бы, ну, мы не скажем там начальству, я тогда еще работал в компании, а я даже сигареты не курил никогда в жизни, траву тем более, я, кстати, тоже никогда не курил, вот, я говорю, да нет у меня никакой травы, да ладно, мы все знаем, я говорю, с чего взяли, а я действительно, у меня была проблема, я не мог с людьми договариваться, я начинал сразу ругаться, кричать, вот, и мне там таец говорит, ну, ты вспомни, когда ты последний раз орал на водителя, а в Таиланде водители опаздывают почти всегда, да, это нормально, вот, как и в любой жаркой, теплой стране, все очень расслабленные, я такой сел, подумал, подумал, понял, что я, ну, месяца четыре я уже не кричал на водителя, думаю, ну, совпадение, вот, еще через полгода, то есть, год прошел, да, меня вызвали к директору и сказали, что ты как-то очень ловко научился со всеми договариваться, ты всем нравишься, давай-ка ты будешь начальником учебного отдела, что ли, я уже даже не помню чего, но факт в том, что у меня зарплата выросла в два раза, вот, я для этого, в принципе, ничего не делал, вот, я задумался, что, а вдруг это не совпадение, да, и решил к нему поехать еще раз, но у меня было много работы, поэтому еще раз я к нему попал где-то через год и сказал уже, что я хочу еще больше зарабатывать и хочу какие-то свои бизнесы, да, или свой бизнес какой-то, доходный, открыть, вот, он мне подобрал еще несколько мантр, дальше у нас с ним состоялся интересный диалог, он мне сказал, что, вот, показал там картинки какие-то, да, у него в каталоге, в основном без значков мантр, которые он подставляет потом, и сказал, что эту я тебе набью, когда ты женишься, эту, когда ты стоишь, будешь зарабатывать вот столько-то, вот эту, когда там у тебя появится там семья, дети, то есть он мне распланировал лет на семь вперед, что еще набивать, вот, дальше смотри, все очень сложно, я считаю, да, почему, потому что я не стал верующим, я практикующий, да, как и ты, или там доверяющий атеист, у меня действительно есть несколько бизнесов, они действительно приносят доход, действительно все идет как-то прям хорошо, особенно на фоне последних вот кризисов, да, там рубли падают, у всех все рушится, у нас все ровно идет, у нас это я и жена, у жены тоже набито довольно много всего, и как бы даже побольше, чем у меня, совпадение, есть ли какой-то элемент синергии, когда и у тебя, и у жены набиты татуировки с Акьян, сейчас я расскажу, вот смотри, тут как бы вопрос в чем, совпадение это или нет, что все идет ровно, да, как было бы, если бы мы их не набили, мы никогда не узнаем с тобой, вот, поэтому это такое вот все, очень тяжело сказать, если у человека все хорошо, а потом стало еще лучше, почему стал, потому что он умный, или потому что тату, но смотри, я тебе скажу один момент, действительно много, я не могу это объяснить никак, очень много людей избавилось от бесплодия, я считал детей сначала, через там 10 лет, я на 50-м ребенке где-то перестал считать, то есть это примерно 50 пар, которые... Избавились от бесплодия, из-за их ребенка. Да, у которых родился ребенок, то есть тут уже ребенок родился, значит что-то произошло, да, опять же, может быть смена климата, отпуск, самоубеждение, возможно, если Сакьян дает самоубеждение такой силы, что проходит у людей бесплодие, ну это хорошо еще. Очень много людей бросило пить, опять же, самоубеждение нет, не знаю, там есть такое тату, у тебя тоже оно есть, называется Амнат, это сила воли, да, то есть если ты чего-то хочешь, у тебя получится этого достичь, и оно все вот так вот, очень относительно, по поводу парных тату, так называемых, то есть если вот у тебя и у жены, или у тебя и у брата, да, нету каких-то вот семейных, именных мантр, где будет написано там, Ани, Голя, любовь, такого нет, вообще, также очень много мне пишет женщин, можно ли набить тату, чтобы именно вот Вася, типа на меня запал, нет, такого тоже нет. Приворожись. Вообще, да, все, что касается каких-то приворотов, или там попыток как-то обратить на себя внимание мужчины или женщины, скажем так, искусственным методом, мастер не берется, он считает, что это грех, это плохо, этого делать нельзя. Есть тату, который якобы, опять же, повышает привлекательность женщин или мужчин. Да, там не одна такая в каталоге. Их много, очень много, да. Кстати, тату не бьются по-тайски, на тайском языке, они возникли задолго до появления вообще такой народности, как тайцы, и письменности у них. У тайцев довольно поздно появилась письменность, относительно недавно, то есть это лет 500-600 назад у тайцев появилась своя письменность. Вообще, тату бьется там, все очень сложно. Я однажды захотел научиться читать и потом бросил, понял, что это прям надо, по сути, знаешь, там чуть ли не выше образования на этой теме получить. То есть, я помню визуально, как пишутся многие мантры, я могу отличить одно от другой, но прочесть и объяснить не то, что я не могу. Оказывается, даже мастер часто не знает, что конкретно там написано. Почему? Потому что это часто слоги из разных слов или корни разных слов, сокращенные, обрезанные и слепленные вместе. Там может быть при этом три языка. То есть, санскрит, мигфали и какой-то старых мерзкий, да, например. И вот там кусочек один санскрита, один со старых мерзкого, потом поли, потом окончание на санскрите опять. Есть версия, по крайней мере, вот и коп, и другие мастера, у которых я был, они говорят, что я знаю смысл, допустим, привлекательность, да, но прочесть именно по буквам и значение всех вот этих слогов я тебе сказать не могу. То есть, как бы вот так. То есть, он визуально просто помнит, как она выглядит. он может читать их, он может читать эти буквы, но дословный, конкретный перевод всех этих букв и смысл он перевести не может. Он знает, ну, ты знаешь, это больше уже как магические заклинания. То есть, это заклинание, вот, ты можешь его прочесть, ты можешь его написать. не менять. Да, но оно все канонизировано, правильно, менять ты не можешь, вписывать туда каких-то вазь, петь ты тоже не можешь. То есть, такая ситуация. Это, собственно, вот как я стал с ним общаться постоянно, то есть, сначала как журналист, да, потом уже стал к нему возить людей, ну, и потом потихоньку, потихоньку, был период даже, что для меня поездки по обу еженедельные, это было даже что-то вроде подработки, когда я в юности, да, все это было. Лет, наверное, 10 назад мне стало ездить к нему невыгодно в плане времени, потому что бизнесы забирают очень много времени, меня часто нет в стране, но, так как он мне объяснил, что это моя выплата, понимаешь, да, о чем идет речь, то есть, мы все выплачиваем негативную какую-то карму, которую мы накопили, в предыдущей жизни или в этой жизни, вот, поэтому я не бросаю эту ситуацию, я если могу, я еду сам, а если я не могу, у меня есть отличные переводчики, которых я лично подготовил, потому что знать тайский это мало, там очень много терминов на санскрите, очень много слов в русском языке, которых ты не знаешь, да, я тоже не знаю, если какие-нибудь физики, ядерщики между собой сейчас будут разговаривать, мы будем рядом сидеть, ничего не поймем, то же самое там, там очень много терминов, которые ты должен ими владеть, чтобы правильно донести информацию, ну вот, поэтому ездят мои переводчики, как бы, людей, едет очень много к нему со всего мира, не знаю, от Бразилии, Чили, Перу, до Канады, и Филиппин, и японцы, и русские, и кого только нет, огромные потоки, очень много людей, вот, это, собственно, вот начало истории. Костя, расскажи, вот, о традиции Сакьян, откуда появилось, что это такое, в принципе? Если так немножко отойти в древние времена, да, вообще изначально, это опять же все версии, да, это версия, изначально появилось шрамирование, отважный воин, который выходил лицом к лицу с пещерным медведем, он получал ранение, и, соответственно, у него были шрамы, когда шрамов много, значит, воин очень отважный, да, вот, ну, люди подумали, подумали, начали себе наносить шрамы, сидя дома в пещере, возле костра, на диване, там, сидели, да, и наносили шрамы, то есть, шрамы это красиво, мужественно, и это значит, что ты как минимум воин, да, то есть, это статус. Первая популяция планеты Земля, люди были все чернокожими, вот, то есть, мы все родом из Африки, мы вышли из Африки и заселяли потихонечку весь мир, вот, обелялись потихонечку, да, и в процессе заселения севера мы потихонечку отбелились, но вот, как бы, у чернокожих людей татуировки не очень хорошо видно, поэтому их просто, поэтому не было, а потом потихонечку, опять же, по версии археологов, антропологов, стали, когда делать шрамирование, когда люди уже стали посветлей, например, в шрам попала зала из костра, да, вот, и получился не просто шрам, а шрам с черной краской, вот, так потихонечку начали делать татуировки, первое время их вроде как резали, то есть, резаны они были, вот, и чем люди были белее, тем татуировки были популярнее, ты, наверное, слышал, как человек, который увлекается темой тату, что, например, в Воронежской области есть такая стоянка первобытного человека, Костенки называется, не слышал? Возле деревни Костенки нашли стоянку, значит, людей, она датируется, если я ничего не путаю, я могу путать, я не профессиональный археолог, 40 тысяч лет назад там жили люди, и там именно прям база, тату-салон, вот, как у тебя тут, действительно, каменного века, то есть, там найдено огромное количество печатей, такие специальные конусы, на них нанесен узор, их кунали там куда-то в зауле, в глину прокатывали по человеку, у него оставался узор, и по нему потом как по трафарету пробивали, вот, их там, им прям много, там найдено, это прям наш логово татуировщиков какое-то, и плюс найдены татуэтки с татуировками, то есть, там глиняные татуэтки, женщины и мужчины, у них прям явно видно, что набиты тату, значит, тату, скорее всего, в то время никогда не били для красоты, да, их били для распознавания свой-чужой, вождь-шаман, сын-вождя, воин-не-воин, раб, либо это подобное, обереги какие-то, или еще что-то. И второй момент, да, то есть, эти тату, которые вот свой-чужой, шаман-не-шаман, это били на видном месте, да, на тех местах, которые были обнажены, то есть, как правило, это лицо. Вот, значит, климат был довольно суровый, в том же Воронеже тогда, поэтому люди ходили в одежде в основном. Вот, ну, про татуировки Маури ты помнишь, да, наверное, то есть, первое, что мы видим, когда с человеком общаемся, это лицо, поэтому в основном с лица начинали, наносили там статусные какие-то татуировки. Была вторая категория, разновидность татуировок, это шаманские, какие-то лечебные, магические, которые помогают, делают тебя сильным, могучим, дают тебе удачу, защищают тебя от медведей, и все остальное. О них ты можешь посмотреть на Дискавери, выложена такая передача, есть такой мужичок Эци, или Эци, да? Его нашли археологи, на его теле там то ли 20, то ли 30 татуировок, и они все набиты в тех местах, которые люди, общаясь друг с другом в северном климате, не видят. То есть, он был очень хорошо одет, у него все тату под одеждой, там, на пояснице, на спине, на боках где-то, да? То есть, это о чем говорит? Что этот тату на 100% уже шаманский. Вот. И вот, собственно, так все это зародилось потихонечку. Про Сакьян конкретно, точно неизвестно, прям вот подробную историю возникновения. Я выкопал что? Что? Какую литературу, да? Какую информацию? Это там все очень косвенно. Что вот эту вот традицию наносить какие-то береги, амулеты, узоры в Индию когда-то принесли арии или арийцы, как в России говорят. Но это, кстати, совсем не те, которых любил Гитлер, они никакого отношения не имеют. Настоящие, если брать анализ генома, то настоящие арии или арийцы живут у нас на Кавказе, в Сирии, в Афганистане. Вот. Они действительно русые, рыжие, серые глаза, голубые, но это совсем не то. То есть, Германия к нацизму никакого отношения не имеет. Вот. Они когда-то действительно завоевали Индию, туда принесли много разных культур, в том числе и вот эту вот культуру нанесения татуировок. Она там процветала, а потом ты знаешь, что Индию завоевали некие моголы в 15-16 век, тоже не помню. Это были арабы, мусульмане. Ислам у нас как и христианство кстати, православие запрещает любые татуировки, поэтому в Индии вот эта вся культура она практически полностью исчезла, но у них осталась такая штука, которая собственно тоже есть по сути сакьян, они на ткани наносят, кусок ткани берется, наносят то же самое сакьян, то есть геометрические узоры пишутся там какие-то мантры, значки специальные, страшные животные всякие рисуются, это вешается или над входом в магазин, в стиран. Я видел у таксиста, когда он меня вез к Кобу, у него к потолку над сидением пассажира рядом с водителем красный бед. А вот в Тайванье осталось и то и то, осталось только вот на тряпочках, потому что сами тату бить как бы нельзя. Например, на Тибет это пришло в виде знаешь, мандалы, наверняка вы в этом стиле тату здесь тоже бьете. Это некие геометрические узоры, которые тоже что-то обозначают и это там тоже не просто так все делают, там их кучу обрядов проводят. Сейчас многие делают просто так. Сейчас уже все делают просто так, понятно. Мы говорим о том, как было на самом деле. Оказывается, такие страны, как Бирма, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, вся полностью современная, вся Малайзия, все Филиппины, это была, оказывается, очень много лет, там чуть ли не полторы тысячи лет, это была торговая и культурная индийская колония. Вот, поэтому письменность, вот это вот, такие круглые закорючки, да, она вот от Бирмы до Бали. сейчас на Бали уже пишут английским буквами, но если пойдешь в любой храм и попросишь тебе показать какие-то старинные манускрипты, а это там век 18 даже, то есть не такие уж и старинные, там все будет на санскрите написано. Вот, то же самое в Индонезии, то же самое в Малайзии, на Филиппинах и везде, везде был брахманизм, индуизм, по полной программе, вообще все, то есть они оказались, ну вот как, допустим, вся Европа оказалась под влиянием римской культуры, а до этого греческой, там тоже самое произошло там, то есть вся оказывается Юго-Восточная Азия, кроме Китая, она полностью попала под влияние индийской культуры, и таким образом Сакьян попал везде в Азию полностью, Юго-Восточную, но потом у нас что случилось? В Индонезию и Малайзию пришел Коран, да, и как бы там все стали мусульманами, верующими, а Коран запрещает любые тату, поэтому это все исчезло, я довольно много времени потратил, чтобы найти хоть каких-то там шаманов, было такое, что в горах на Яве, например, мне говорили, что да, мы бьем шаманские тату, да, у нас есть мастера, они живут вот там, тоже как в Таиланде, я объездил все деревни вокруг, потратил там, наверное, неделю чистого времени, и найти не смог, но все-таки, мне кажется, что они там есть, потому что об этом местные жители говорят, к сожалению, пока не нашел, если найду, я об этом, конечно, сниму какое-то видео, какие-то остатки уже с потерей смысла остались на Филиппинах, ты знаешь про столетнюю бабулю, которая бьет некие шаманские узоры, но наговоров она не проводит, и смысл этих узоров она уже не знает, в Индонезии есть такое племя Ментавай, слышал, нет? Нет. это люди, которые считают себя детьми саговой пальмы, и они себе наносят, значит, на руки узоры, которые на стволе пальмы, там шипы где-то у них, и они себя забивают полностью, вот, типа, как дети пальмы, это шаманизм, но не то, это не наша тема, то есть, к Сакьян то отношение не имеет. Сакьян в Камбодже очень долго процветал, и даже были моменты, когда тайские мастера по летописям, да, уже, тайские мастера ездили учиться в Камбоджу, но, к сожалению, там случилось такое явление, как Красные Хмеры, слышал, да, Пол Потт, там строили коммунизм, ну, война, была гражданская война, и Пол Потт начал строительство коммунизма с того, что были уничтожены все люди, которые сначала все учителя, монахи, инженеры, врачи, то есть, все образованные, а потом просто все, кто умели читать и писать. Таким образом, Сакьян в Камбодже исчез, и сейчас, наоборот, они ездят учиться у тайских мастеров, аферистов там, конечно, огромное количество, то есть, я был в Камбодже, допустим, 15 лет назад, там никто про Сакьян не слышал, просто всех убили давно, да, кто умел это делать, а сейчас, если ты поедешь, там их полно, все коренные, все потомственные, там в 200-ом поколении бьют Сакьян, своя история у всех, вот, но стандартная тема, то есть, там есть туристы, есть спрос, как бы, все есть, а, и почти у каждого в Камбодже, почти у каждого мастера било свои тату, он жили на жюри, ну, естественно, хотя бы знаем, у кого она била, вот, ну, и много туристов, конечно, оставляет свои деньги, наносит себе какие-то крючки, которые потом никто не может прочесть, так как буддизм, это пока не финансовая структура, в отличие от христианства и мусульманства, да, то есть, там не строится все на деньгах, монахи, это, по сути, отшельники, у которых не может быть ничего, кроме оранжевой тряпки и шлепанцев, я, кстати, проверял это все, я действительно один раз на два месяца забрился в монахе, жил в монастыре и тоже был монахом, я всю, как бы, кухню знаю изнутри, действительно, коррупции нет, то есть, им просто некуда, они хотели бы, может, украсть денежек, потратить на себя, но, кроме как купить мороженое, он не может купить машину, у него не может быть частной собственности никакой, если его люди увидят на мерседесе, выезжающем из храма, он монахом перестанет быть сразу, вот, или с часами, которые отражаются, ну, типа того, да, буддизм не видел конкурентами другие какие-то религии, традиции, которые там были на момент прихода буддизма, да, поэтому все языческие традиции и все индуистские традиции полностью остались на сто процентов, вот, и Сакьян поэтому выжил, то есть, нам повезло, выжил он в Таиланде, в Бирме очень хорошо сохранился, очень распространен, бьют, есть мастера, знаменитые, но Бирма до недавнего времени была закрытой страной, поэтому туда просто не пускали, в те районы, где они жили, я читал пост, ты писал, да, но я нашел некого европейца, который 25 лет живет в Бирме и он очень сильно фанатеет по Сакьянту, у него громадная коллекция фотографий и информации, он просто это все собирал, то есть, у него прям этнографический труд, и сейчас я веду переговоры о том, чтобы, он старенький дедушка, он не знает, что такое интернет, ему как бы, он просто сыграл для себя, сейчас я с ним веду переговоры, чтобы все это у него выкупить и потихонечку переводить и выкладывать, потому что там фотографии действительно уникальные, 20-летней давности, я себе могу представить, там очень круто, их очень много, то есть, ну это прям такая тяжелая работа, я уже несколько лет перевожу книги, выкладываю, да, все это, вот собственно, это одна из таких, вот долгоиграющих очень проектов, которые бесплатные, то есть, я выкладываю бесплатно для всех, вот, вот собственно это такая очень краткая история Сакьянта, упоминание о Сакьянте есть в китайских летописях примерно в 4 веке до нашей эры, вот, о том, что вот там-то, там-то живут племена, которые все забиты татуировками, знаешь, вот как римляне называли пиктов, почему пиктами, а пикт это пиксель, это типа забитые, да, расписные, скажем так, вот, примерно так же китайцы называли племена, живущие тогда на территории Таиланда, хотя это были не тайцы, тайцы пришли значительно позже, то есть, Сакьян там был еще до прихода тайцев, вот, а что такое вообще Сакьян, в частности, да, это смесь язычества, буддизма, индуизма, многие думают, что вот это буддизм, это бьют только в храмах, монастырях, и все больше нигде, на самом деле, буддизма там процентов 20, ты видел лично, есть некоторые янты, где изображены такие, как пирамидки, овал, на нем овал, как детские пирамидки, в которые дети складывают, овал такой, на нем овал поменьше и кружочек, это фигура человека, который сидит в позе лотоса, медитирует, да, вот это святые в буддизме, то есть, как вот, в православии есть там святой Петр, святой, кто там, Иван, допустим, да, покровитель, там есть святой покровитель денег, есть святой покровитель мужества, есть святой покровитель любви, вот, вот там тоже есть святые, это вот буддизм, вот это буддизм, да, все остальное, куча всяких, Ящерки, львы, слоны, птички – это все язычество. Древние божества. Никакого отношения к буддизму не имеют и не имели никогда. И очень большой процент картинок, которые ты видел, там есть Индра, Ганеша, Хануман – это индуизм. То есть это вот такая смесь, и она существует только благодаря тому, что буддизм – это не финансовая структура, он очень мягко относится ко всем остальным традициям и культурам, потому что это не конкуренция финансовая. Далее про запреты и про запреты для сильных тату. То есть как это все выглядит? Ты приходишь к мастеру, ну вот как я когда-то приходил, как ты приходил и говоришь, что «Мне кажется, мне не хватает уверенности в себе, я хочу денег», например. Он тебе подбирает какие-то мантры, строчки и значки. Да, очень редко это бывают какие-то картинки. Ну, допустим, вот я приведу пример, есть такой символ любви, обаяния и шарма. Это ящерки, да. Вот считается, что нельзя просто набить мантру, надо бить всю ящерку целиком, со всеми значками, мантрами, которые там есть. Туда можно вписать мужество, допустим, трудолюбие и деньги. Но ящерок строчкой вписать в какую-нибудь пирамидку или в квадратик нельзя. То есть этот янг разделять нельзя, его нужно бить только целиком, как он есть. Он тебе предлагает несколько вариантов. Ты говоришь, допустим, «Мне нравится вот эта пирамидка» или «Мне нравится ящерка». «Окей, давайте все впишем в ящерку». Он все это наносит, он сначала молится, потом он, когда такой длинный спицей бьет тебе тату, он еще шепотом читает мантры. Ты этого не видел, потому что тебя в это время били. Вот. А потом он все это наговаривает, да. И с этого момента ты соблюдаешь некие правила. И ты, как говорят, бесплатно ничего не бывает. Поэтому ты всегда должен всю жизнь теперь что-то отдавать. У тебя есть некий святой в буддизме, но ты не должен принимать буддизм. Это не обязательно и вообще не нужно. Я, например, не принимал буддизм. Ты… но обмен должен быть. Чтобы что-то получить, должен всегда что-то отдать. Ты знаешь, что если стакан полный, туда больше ничего не налить. То есть надо выплеснуть. Вот. Ты должен раз в неделю или чаще ставить, отдавать этому святому пять благовоний. Вот это наша расплата. Да. Отдал – пришло. Не отдал – не перешло. Опять же, напоминаю, что веришь ты в это или не веришь – никому не интересно. Считается, что это работает без веры. И тебе дают правила, которые ты должен соблюдать пожизненно. Потому что, когда ты себя ограничиваешь, ты страдаешь. Ну, типа, да. И ты тоже таким образом выплачиваешь. Вот. Правила есть стандартные. Есть очень строгие, жесткие и серьезные. Значит, стандартные, они элементарно выполняются. Большинство людей их и так соблюдает. Например, нельзя вступать в отношения с замужней женщиной или у которой есть семья. Это насчет женщин распространяется в обратную сторону. И наоборот с мужчиной, да. Нельзя оскорблять чужую мать или материться по матери. То есть, вот мы с тобой ссоримся. Я там говорю, я твою маму там вот это вот сюда вот так. Нельзя. Почему? Потому что мы особенные люди. Мы носим на своем теле мантры из священного писания. Эти мантры использовали в том числе, например, в Трипитаке. Это священное писание в буддизме, да. Как Библия, только в буддизме. Вот. И мы не можем себя вести недостойно. А оскорблять чужую мать, которая не миновата в том, что ее сын такой, даже если он очень плохой, это недостойное поведение. Мы не можем напиваться до потери сознания, где-то валяться, буянить. Мы не можем ставить себя выше других через сакьян, то есть хвастаться. Вот. И там еще есть определенное количество правил. Они могут быть у всех совершенно разными. Могут какие-то совпадать, какие-то не совпадать. Все индивидуально очень. Вот. Это все стандартно, обычно и вполне выполнимо. Есть так называемые сильные тату и так называемые сложные правила. А значит, вообще сакьян процентов на 90 это культура военного. Военного тату, да? То есть набивали воином. Поэтому почти все, что ты видишь вот на каких-то картинках, каталогах, там или защита от повреждений. Да, да. То есть выстрелы, мечи, копья, да? Или победа в бою. Почти все. Например, на бизнес. Бойцы поэтому очень часто делают себе подобные тату. Да, да, да. Тайский бокс, военные, полицейские и все остальные. Поэтому очень тяжело выбрать тату для гражданского применения, скажем так. Они почти все военные. И вот там есть тату, которые считаются сильными. Они бьются редко кому. И только если у человека какая-то очень большая серьезная цель. И они несут за собой довольно уже сложные серьезные ограничения. Например, такие как полный отказ от алкоголя. Навсегда, на всю жизнь. То есть ты больше, начиная с сегодняшнего момента, больше не можешь ничего пить алкогольного. Например, каждый год нужно прилетать на специальную церемонию, которая называется «Вайкру». Это поклонение учителю, который сейчас. Наш с тобой учитель Ачанков. И поклонение нашим святым. Святые у нас с тобой могут быть разные, могут быть один и тот же. Причем сложность в чем, что это нужно делать каждый год. И дату назначает мастер каждый год новую. Потому что она высчитывается по лунному календарю. То есть, если ты работаешь где-то, ты не можешь заранее написать заявление об отпуске. Дату назначает, что можно назначить за пару месяцев до того, как. У многих не получается. Есть такие запреты, как не изменять жене. Есть такие запреты, как нельзя обманывать. Но опять же, не всех подряд, а нельзя обманывать людей, у которых набиты тату в твоей же школе. Ну вот вроде это все несложно. Но на самом деле, ты знаешь, мне, допустим, даже вот после 8 марта и 23 февраля у меня в ВКонтакте куча сообщений. Привет, я вчера нарушил сразу там три правила. Что мне делать? Какие мои действия? Выдание инструкции и все остальное. То есть, для кого-то это сложно. Новый год еще, наверное, ты забыл. После Нового года у нас тоже большой поток должен быть. А что дают взамен эти сильные татуировки? Мастер их старается не бить вообще, потому что считается, что это довольно сильные энергии, с которыми опасно играть. И они могут выйти человеку боком. Например, тигр. Вот он идет по джунглям или по лесу. И он берет все, что хочет, и никто не может ему оказать какое-то противодействие. То есть, человек, как тигр, хозяин леса, становится хозяином жизни. Он добивается, по сути, всего, чего он хотел бы. Но есть нюансы. Но есть нюансы, что агрессия настолько сильно зашкаливает, что тигр может съесть самого человека. Что имеется в виду, что ты можешь стать настолько агрессивным, что ты не можешь себя контролировать. И такие истории действительно были. То есть, приезжали когда-то и спортсмены по единоборствам, и бизнесмены какие-то, уже довольно успешные, и известные в России люди. Им добивали. И меня действительно потом писали, что у меня проблемы, я не могу себя контролировать. Я побил там жену, например. Я нахамил всем своим партнерам. Мы расстались со всеми. То есть, там тоже нужно не переборщить. И ты должен быть действительно сильным. И еще такой момент, смотри. Это считается, что очень сильное оружие или инструмент у тебя должно быть для него применение. Вот, например, я продаю драгоценные камни, и мы продаем недвижимость. Мне тигр не нужен, у меня нет такого уровня. Ты управляешь тату-салоном. Я считаю, что он тебе тоже не нужен, у тебя нет таких задач. То есть, это задача для тигра, посильная задача, да, какая? Стать чемпионом мира по боям без правил, или стать миллиардером, захватить, там, не знаю, финансовую, какую-то огромную нишу. Иначе он будет сидеть без дела, и считается, что он съест тебя. Опять же, совпадение, то, что происходило с этими людьми или нет, я не знаю. Вот, я знаю случаи, когда Коб бил, например, есть такой янг, называется Хануман. Это победитель, да. Кому интересно, загуглите, почитайте, кто такой Хануман. Царь обезьян, это из индуизма. Он побеждает все и всех, и всегда, вообще. И понятно, что Ханумана могут бить, например, тайским боксером. Но, например, Коб премьер бил Ханумана, человеку, который болен раком. Потому что ему нужны силы, чтобы победить рак. Вот, то есть, применение может быть совершенно разное. Он сцелился? А я, к сожалению, не могу следить за всеми. На моем опыте, в моей практике, да, ну, человек 10, 12, может быть, 16 излечилось. Но, опять же, понимаешь, в чем сложность? Мы не знаем, как было бы, если бы они не набили. Ну, понятно. Вот, как бы, вот так вот. Может быть, это комплексно произошло. Но даже в этом случае все равно это вообще. Я считаю, что если у тебя серьезная проблема или какая-то глобальная цель, и у тебя есть шанс попробовать, то надо попробовать. Конечно. Как КОБ составляет вообще татуировки? Как происходит процесс подбора, когда человек к нему приезжает, возможно, с какой-то целью? Иногда же он и может отказать. Иногда сказать, что тебе нужно вообще что-то другое. Значит, здесь обязателен момент беседы. Вот я, например, не понимаю, как очень много людей едет, просто тычут пальцем в катавок или где-то в интернете нашли фоточку. У него тоже свои правила, он не может отказать. То есть считается, что если человек приехал, там пролетел полмира, например, да, и тычет тебе пальцем в какую-то тату, которая ему сто лет не нужна, ее все равно надо набить, потому что, ну, а вдруг потом он разберется когда-нибудь, прочитает что-нибудь. А вот ты рассказывал про людей, которым уже нельзя помочь, вот он же им отказывает. Да, сейчас расскажу. Он отказывает в том случае, если он видит, что или оно вообще не поможет совсем, то есть уже поздно, например, да, человек уже болен, крайняя стадия рака, например, да, или он видит, что человек будет использовать это тату для каких-то преступлений. Например, была история, когда приехала девушка, которая выглядела, ну, прям, такой божий дуванчик, такая вся приятная, веселая, открытая, попросила, есть такое тату, которое якобы усиливает красноречие, и твой дар рассказывает что-то красивое, яркое, так, чтобы люди внимательно слушали, да. Там же дар убеждения и как бы доверие, да, вот, вот он ей отказал, отказался набить этот тату, сказал, я не набью, я говорю, почему? Он сказал, что она будет потом использовать его в криминальных целях. Я там, да ну, да не может быть, девушка как бы такая прям, вот, она там, мы ехали, там, ой, кошечки, ой, собачки, щеночки, господи. Ну, да, вот, через два года я прочитал в международных новостях, что эту девушку повязали на рейсе Бразилия-Франция с огромным количеством наркотиков, там что-то то ли 6 килограмм, то ли 8, она пыталась провести, то есть, ну, как бы, он действительно угадал или что-то увидел, и вот такие случаи тоже бывают. Ну, он, видимо, не угадывает, а знает прям такие. Я со временем пришел к выводу, что действительно он это видит, что что-то он видит, то есть у него какой-то дар предвидения или видение человека действительно есть. Ну, например, вот со мной, да, я попросил, есть такой лев синха, да, вот. Вот, да, он у тебя есть, это энергия амнат, то есть это мужество, смелость, решительность, уважение со стороны окружающих, и там даже больше эти качества, они на тебя могут быть направлены, да, то есть умение себя заставить, там что-то делать, вот. Вот он мне запретил ее, то есть отказался ее делать, сказал, что у меня тогда самооценка завысится настолько сильно, что я не смогу нормально общаться с людьми, вот. То есть таких случаев очень много. То есть он как говорит, он говорит, что вот это, вот это, вот это, я тебе не буду делать, а вот это, вот это можно. Вот, например, те люди, которые приходили и говорили, что нам от бесплодия, если бы они просили, он сказал, что нет. Попросили бы, допустим, там, про деньги, он бы, возможно, согласился, но им не нужны были деньги, им нужны были деньги. А как бы он сказал. Ну, у них задача другая. Да. Вот, ну и было крайне редко такое, что просто приходили люди, он смотрел на них и отказывался, говорил, что это преступники, еще не состоявшиеся. Они даже сами еще об этом могут не знать, а он уже знает, что они совершат. И, типа, я не хочу принимать участие в их судьбе, потому что для меня это плохая карма. Такое тоже было. Давным-давно еще с тобой обсуждали тему, наверное, уже лет пять назад, когда я организовал фестиваль татуировки, можно ли привезти мастера Сакьян сюда, вот, в Россию, в Москву, для того, чтобы он делал татуировки здесь. Вот. Понятно, что это не КОБ, ну, то есть, потому что у КОБа там все расписано под завязку и, естественно, он вообще не выездной. Если мастер настоящий, ты, правда, у него очередь на несколько лет вперед, он не выездной вообще совсем никак, ни за какие деньги. Ко мне часто обращаются, говорят, слушай, ну, это же вопрос денег, там, сколько предложим, типа, там, деньги все решают. В этом случае деньги не решают, потому что это очень серьезная ответственность по карме и, как бы, он не может бросить людей, которые рассчитывают на его помощь и уехать куда-то. Но есть, например, вот у КОБа есть сын. Он очень талантливый художник, я не знаю, как у них там генами все передалось, он так же масштабирует, так же бьет и рисует. Вот то, что бил сын, от того, что бил КОБ, отличить невозможно вообще. И он так же перечерчивает вот там того же льва, вот он начертил такого, ты говоришь, я хочу такого, он его перечерчивает сразу, просто чертит силуэт и бьет полностью все пропорционально, вообще идеально просто. Значит, считается, что он пока не обладает достаточной силой, чтобы делать полноценный, в полном смысле слова, наговор после нанесения татуировки. То есть пока не делает рабочие. Когда КОБ рядом, наговор девается до КОБ. Когда КОБа нет, сын может. То есть теоретически мы можем обсудить вопрос приезда сына на какой-то фестиваль. Расскажи, пожалуйста, про обучение. Вот может ли какой-то человек, который думает, что он хочет стать тату-мастером, или он уже практикующий тату-мастер и хочет, например, сменить квалификацию и уйти в направлении сакьянт, но не просто из-за эстетики, а, например, тоже по каким-то идейным соображениям. Можно ли обучиться этому? Много тоже довольно мне пишут, спрашивают, там, привет, я тату-мастер, или я вообще не умею ничего делать, давай я приеду к КОБу и буду ему учиться. Вообще для этого нужен дар. И дар не красиво рисовать или бить ровные тату, да? А нужен другой дар, вот ты убедился, наверное, да, что у КОБа есть дар видеть судьбу человека и как-то на нее влиять. Вот все идет от этого. Считается, что если человек способен стать учеником, способен, у него есть этот дар, то он сам встретится со своим учителем. А вот как было с КОБом, он вообще никогда не хотел быть ни каким-то тату-шаманом, он хотел быть художником, и он учился в художественной школе, ему очень нравилось рисовать, он пришел просто в храм помолиться, монах его подержал за руку и в нем распознал будущего целителя и редактора человеческих судеб, да? Он ему объяснил, что у тебя дар, ты рожден для этого, и тебе нужно стать вот таким, да? А так как КОБ верующий, он согласился, он стал таким. Так вот, чтобы человек приехал, его взяли в ученики, так это не происходит, это так не делается, и никаких они учеников, никто из них не берет и никого не обучают. Считается, что когда придет время ему отойти от дел, его ученик придет, появится сам. Это будет человек с даром. Возможности стать учеником для русского обычного человека, не одаренного каким-то сверхспересейственными способностями, я не вижу вообще. Мне КОБ через где-то лет 10 постоянного общения предложил научиться читать строчки. Это уже очень круто, это признание просто нереальное вообще. Я думаю, что я единственный отстранец, которому он это предложил. Но это настолько сложно, что это нужно там провести у него пару лет. Как бы я не смог найти время. То есть это, конечно, круто, я хотел бы, но не сейчас. Может быть, когда-нибудь потом. Расскажи, пожалуйста, вот про стерилизацию, потому что очень много людей очень скептически относятся к татуировке сакьянты. Даже не то, что скептически, а воинственно. И говорят о том, что стерилизации никакой вообще нет. Антисанитария полная. Ну и типа, как можно вообще на это согласиться, если там в доме бегает собака или еще там... Собаки, у него 40 собак примерно. Пыль там, открытое пространство, и все там проветривается, продувается. Я сам не врач и даже не тату-мастер. То есть вот ты владелец этого бизнеса, тебе, наверное, тоже виднее есть, что по этому поводу сказать. Что я могу сказать? Тоже много пишут там, да, что я же заболею, я умру обязательно. Там спит у него на игле, там и все остальное. Он иглу протирает спиртом. Считается, что этого достаточно. Дело в том, что крови нету. Я читал где-то, опять же, я не врач. Это только слухи, что чтобы человека заразить спидом, допустим, уколоть больного спидом неполостной иглой, игла неполостная, то есть когда дырки сквозной внутри нет. Уколо бы игла неполостная. То нужно там, вот у кого человека больного спидом, потом здорового, потом больного здорового, больного здорового. Вот если так сделать раз 300, то там есть небольшой шанс получить вирус. Зависит еще на самом деле от состояния иммунной системы человека, который приходит и зависит от количества вот этой вирусной, вирусных тел. Количество вируса, да. Как владелец нескольких бизнесов за рубежом, то есть в Таиланде, мы как иностранцы, официально проживающие, работающие там, мы обязаны раз в полгода сдавать анализы, для чего это сделано, чтобы иностранцы не везли всякие болезни плохие в страну, мы должны сдавать анализы, плюс так как я байкер, как бы я могу в аварию хряпнуться в любую секунду, у меня поэтому хорошая страховка и предоставляет возможность раз в год проходить полностью обследование всего на все вообще, вот, плюс у меня очень много друзей катается и у меня забиты, наверное, все сотрудники, которые у меня работают, у меня забита большая часть друзей, которые живут в России, жена, семья жены и там все дальние родственники, то есть, ну, большая часть моего окружения имеет сакьян. Очень многие, кстати, вот, я имею уникальную возможность наблюдать не только за здоровьем этих людей годами, да, и там больше, чем десятилетия, а за их судьбой, то есть, многие действительно стали бизнесменами какими-то там, достигли, действительно, своей цели добились. Так вот, они все здоровы. Очень много, ты сам знаешь, что сакьян делают на процентов, наверное, 90, это спортсмены, это боксеры, это бои без правил, которые следят за своим здоровьем очень серьезно, сдают анализы вообще постоянно. Есть у меня одна история, мы общаемся с этой девушкой до сих пор, мы друзья, значит, у нее исчез гепатит С, исчез наоборот. Опять же, если человек приезжает, то есть, ну, не сразу, через несколько лет, врачи объяснили так, что у нее изменился гормональный фон, как бы, я не разбираюсь. Ну, так. Ее официально здесь в Москве сняли с учета, все, у него больше нет. Когда приезжают люди, которые говорят, что у него есть какая-то такая болезнь, коп всегда использует одноразовую иглу. Но вообще это считается не очень хорошо. То есть, почему? Потому что вот эта вот одна игла, которая у него большая, главная, да, она наговоренная, намоленная, с ней проведена куча обрядов. То есть, как бы, одноразовые иглы это не то, это неправильно, это как бы уже, это по поводу стерильности и когда лучше делать, да, то есть, делать лучше первый день. Вот полетел, поспал, утром поехал, потому что могут сдвигать, бывает, что сдвигают два раза, отреза не было, но вот пару раз, чтобы он сдвигал, там, на пару дней даже такое было. И заживать моментально, ты на себе это ощутил, отдыхать вообще не мешает, зато у тебя уже нет риска, что ты не попадешь. Костя, расскажи, пожалуйста, сколько стоит вообще процедура нанесения татуировки с океан? Зависит ли это от размеров и какие ты оказываешь услуги тем людям, которые хотят сделать себе подобный татуировок? Да, мне очень часто пишут, путают с соцсалоном, пишут там, а 15 на 15 сколько стоит? Там тебе такое. Вот, значит, смотри, ты как участник уже событий, в курсе, что планировать что-то заранее вообще нереально, в принципе. Ты никогда не угадаешь, что он будет тебе подбирать и советовать, то есть, как нужно подготовиться. Тебе нужно сформулировать, чего конкретно ты хотел бы изменить в себе или в своей жизни. Вот, бывает такое, что человек сам не знает, что он хотел бы. Вот, тебя не устраивает твоя современная жизнь, да, нынешняя, но ты не знаешь, чего ты хочешь. Для этого тоже есть мантра понимания своего пути, то есть, чтобы ты узнал, чего ты хочешь. Предназначение узнать. Тебе нужно четко ему сказать, через меня, естественно, или через мою помощницу-переводницу, что я хочу вот это, вот это, или я сам не знаю, чего я хочу, но я недоволен тем, что сейчас. Вот, бывает, что приезжают люди и говорят, что, а если я хочу и здоровья, и богатства, и любви, там, и спокойствия, и мужества, это, наверное, всю спину забить. На самом деле, да, это очень мало, это все может уместиться вот в такую вот татуировочку, не знаю, 5 на 5 сантиметров, там буквально два значка и три строчки, и ваш заказ выполнен. Количество строчек и значков зависит от того, о чем попросил его ты, да. Скажем так, там, здоровье-то одна строка, там, обаяние и привлекательность-это другая строка, и так далее, и тому подобное. Чем больше ты попросил, тем и больше будет, соответственно. Далее. Как это будет все оформлено тебе, какого размера и где набито, это решаешь ты. Он тебе говорит, смотри, у тебя получается там 7 строчек, и два вот, показывает тебе в каталоге, два вот этих вот значка, они там такие, квадратный сантиметр, да, эти значки. И можно это оформить вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, там миллион вариантов, может быть. У меня немного вариантов было. Ну, у тебя места мало свободного, да. А принцип какой, что все строчки, значки можно вписать в любую картинку, а можно сделать вообще почти всегда без картинки, за редким исключением. Например, там, вот мы с тобой говорили, там, ящерка, можно вписать в ящерку вообще все. Там можно целый список огромный написать, всего и все в одну, да. То есть вокруг нее будет вот таким образом записано там 10 строчек, это там 10 мантр, да. А там тот же лев, про который мы упоминали, можно туда все вписать. Можно, часто бывает, что без картинок вообще, это так называемый пять опор, например, да, знаешь. Вот, можно просто, и так делают часто, все мантры, которые тебе нужны, от затылка до копчика по позвоночнику. Можно вот так эту линию, там, ногу, не знаю, как угодно. В принципе, ему это неинтересно. Он берет фиксированную стоимость за каждую мантру. То есть мантры стоят, если я правильно считаю, в районе 30 долларов. Вот, одна, если у тебя мантры 7, ну, умножай на 7. Если там плюс еще какие-то картинки, значки, больше, как право, я уже говорил, что, ну, это стоит, ну, 300-400 долларов, 200. Вот, то есть совершенно посильные деньги. Значит, как в этом помогаю я, сколько я беру, и то, что волнует очень многих, насколько сильно я наживаюсь на этом, и куда все это уходит, да. Я беру все вместе за всю поездку. Вот я человека забираю из аэропорта и привожу в аэропорт. Таких очень много, кстати. Вот они утром вылетают, вечером вылетают. Это бизнесмены какие-то, политики, вот, которые не могут себе позволить отпуск, да. Или я беру из отеля и привожу в отель. Да, значит, это автомашина с бензином, с водителем, вот, это моя работа как переводчика, и потом, когда тебе уже все сделали, значит, тебе набили какие-то строчки, значки, тебе дали имя святого рассказали, как ты должен подносить там какие-то им удары, тебе дали правило, минут через 30 ты все забыл. Вот, правильно? Ты забыл, я думаю, почти сразу все, поэтому я... А то, что забыл, я не запоминал, потому что ты мне сразу сказал, что я тебе все вышлю, потому что я знаю, что это очень сложно запомнить, тем более мантры, которые нужны. Я все потом еще подробно расписываю ВКонтакте или Ватсапе, где кому удобно. Плюс очень-очень давно, там, в самом начале, лет 18 назад, Кобб сказал мне, что когда я получаю вот таким образом деньги, да, с людей, я с этими деньгами. Получаю часть их каких-то проблем. Если деньги я оставлю все у себя, то эти проблемы останутся у меня. Поэтому треть того, что я беру, я отдаю в храм. Вот, все вместе получается с одного человека 365 долларов. Опять же, эту сумму мне вывел Кобб. Вот он сказал, что вот эту сумму брать правильно. Хорошо. Значит, из них 100 долларов – это водитель бензин туда-обратно. Ехать, если из Паттайи, то где-то 500 километров, как-то так. Я не помню точно. Ну, три часа туда, три часа обратно. Да, треть в храм, треть остается мне. Вот, значит, естественно, по сравнению с моими бизнесами и доходом, это, ну, вообще ничего. То есть, по сути, я занимаюсь боготворительностью, потому что это моя карма и судьба, да, как сказал Кобб. Вот, я регулярно делаю у Кобба ремонты в доме, покупаю ему кондиционеры и выступаю со спонсором вот этого праздника вайкру, да, то есть даю деньги на еду, на все-все остальное. Вот, плюс мы с ним такую придумали тему, мы делаем, у меня есть ювелирная компания, бренд ювелирный, мы делаем амулеты. Ну, это классно, это интересно. И, естественно, я ему дарю эти амулеты, я же не буду ему продавать. Но вот, как бы, да, это тоже уходят деньги. Я считаю, да, это моя версия, что он должен брать намного больше, и мне надо брать намного больше, что мы берем очень мало. Почему? Потому что, к сожалению, для очень многих людей 700 долларов, ты знаешь, вообще, как бы ничего, они приезжают к нему, он тратит полдня, они потом в Инстаграм выкладывают красивые фоточки, и на следующий день нарушают все правила. Кстати, в Инстаграм выложить фоточку, это уже один из запретов, которые нельзя делать, ни в коем случае хвалиться татуировкой. Там через год этот человек может приехать еще, потом еще, еще, и для них там 700 или 1000, это вообще ничего. А в чем проблема? Что получается, мастер тратит время впустую, а ему уже лет сколько, да, и он встает сильно. Ну, это элементарное неуважение даже, я считаю. Это неуважение к мастеру, это неуважение к людям, которые могли бы прийти вместо тебя, избавиться, допустим, от бесплодия или от каких-то серьезных проблем. Потому что ты тоже тратишь свое время. Есть люди, которые хотят получить тату, которая на что-то повлияет и что-то изменит, но при этом они хотят, чтобы эта тату была, допустим, на всю спину. Или там забить рукава мантрами и значками из сакьянта. Можно ли так сделать? Ради эстетики. Да, то есть, по сути, это уже ради эстетики. Можно ли так сделать? Так сделать можно. Значит, там все значки и мантры тоже подбирает коп, то есть они не просто так, все подряд он пишет там, да, какие вообще знает. Вот, он с человеком беседует, мы расписываем, какая для чего, что обозначает. Естественно, это все по смыслу можно уложить в маленькую тату, но человек хочет много и большую. Это стоит уже, конечно, больших денег, это может длиться две недели, потому что он не может на одного человека потратить сразу несколько дней. У него много людей записано, да? Вот, он может тебя принимать, допустим, по три часа в день, десять дней подряд. И вот он тебе набьет эти рукава, литую спину. Но для этого надо записываться очень-очень сильно заранее, очень сильно. То есть, ну, там, несколько месяцев. Ну, чтобы график сформировался. Иначе ты просто не сможешь попасть. Ну, то есть, попасть ты сможешь, но набить нет. Сколько это стоит? Это может стоить, ну, тысячи три долларов запросто. Потому что это довольно много работы, это много времени. Я не знаю, сколько стоит обычном тату-салоне набить рукава. Я думаю, не меньше. Не меньше, это совершенно точно. От двух с половиной, наверное, начинается и там до пяти тысяч. В зависимости от сложности. А еще, если мы про технические вопросы поговорим, вот про цену, да, когда лучше набивать? Очень часто спрашивают. Многие думают, что тату – это кровь, это ранение, это воспаление. Поэтому нельзя будет купаться, нельзя будет мочить. Поэтому надо набить или в день вылета, или перед днем вылета. На самом деле, здесь есть довольно серьезная опасность, потому что коп оперирует расписанием очень условно. Вот ты едешь к нему сегодня, он не знает, сколько чего он тебе будет бить. Допустим, ты приехал, ты говоришь, мне как можно меньше и со смыслом. Полчаса ты свободен, да? А кто-то говорит, а я хочу рукава или там всю спину, или у меня куча проблем. И человек сидит у него 6 часов, поэтому вся очередь сдвигается на следующий день, а те, которые были записаны на завтра, сдвигаются еще на следующий день, вообще все сдвигается. И предсказать это невозможно. Поэтому запись довольно условна, и, ну, не прямо часто, но переносится. То есть бывает такое, что она переносится, поэтому, если ты запишешься на последний день, то есть шанс, что ты не попадешь, процентов 20, наверное. Поэтому лучше, наоборот, в первый день. По поводу травмирования и купания, и всего остального, у него, ты обратил внимание, я думаю, супер-мега тонкая игла, она, ну, наверное, как человеческий волос толщиной, она очень-очень тонкая, он ее точит под лупой, да? И она наносит повреждения настолько микроскопические, что кровотечения нету, серьезных травм каких-то на коже нету, и считается, что до полного заживления проходит, вот, самой ранки, где-то 5 часов. То есть через 5 часов ты уже можешь полноценно купаться, принимать душ, пользоваться мылом, шампунем, плавать в море и все остальное. Корочка слазит дня через 3, но она совсем не такая, как на тату, который набитый машинкой. Костя, расскажи, вот, что за ребята, я смотрел видео, и там они просто впадают в какие-то экзотические состояния, начинают бесноваться, как будто из них. Там истерики всякие, массы. Да, 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 как будто демоны из них выходят. Смотри, я тебе говорю, что при нанесении определенных тату, мастер тебе дает правила обязательные каждый год приезжать на Y-Crew. Y – это поклонение, это вот, когда мы так делаем, да, это Y. A-Crew – это учитель, вот, поклонение учителю, имеется в виду и учитель нынешний, и умерший учителя, да. Вот, значит, как это выглядит? Приезжает очень много людей, потому что едут не только те, у кого эти специальные сильные тату, а едут, в принципе, если ты можешь приехать, у тебя есть возможность, это типа хорошо считается, да. Значит, приезжает довольно много людей, ну, вот, например, есть такой храм Ват-Бан-Фра, Ват – это храм, Бан – это дом, Фра – это монах, типа храм-дом монаха, да, так переводится. А вот, там как раз тот самый мастер Сакьянта, который монах, да, вот, и при этом монастыре школы, там много очень учеников, учеников-учеников, непонятных каких-то людей, там бьют тату… Около учеников. Около учеников, да, вот, внештатных сотрудников, значит, очень много людей бьют и настоящий Сакьянта, не совсем, и стилизацию, и все подряд вообще, вот, но вот этот сам учитель, его зовут Ачан Мин, он уважаемый, вот, в среде Сакьянта, да, и так как их много, у них пропуская способность огромная, на этот праздник в Айкру приезжает, ну, где-то тысяч десять человек, и есть определенные моменты, когда они все вместе молятся, и монах начинает читать какие-то специальные мантры, есть определенные моменты, когда люди начинают просто вопить, кричать, истерить, визжать, выть, дергаться, просто бегать в разные стороны, да, хаотично перемещаться, нападая друг на другу, катается по полу, что это такое? Как бы, как мне объясняет это коп, да, я его, ну, он авторитетным мнением обладает, я ему доверяю, он говорит, что на, там, девяносто девять процентов это просто массовая истерия, психоз, желание побегать, повопить, то есть многие люди таким образом снимают какой-то стресс, да, накопленную негативную энергию, опять же, сколько среди этих десяти тысяч человек, допустим, шизофреников, мы не знаем, да, то есть я думаю, что какой-то процент присутствует, психически нездоровых людей, но, якобы, есть какие-то люди, в которых, вот, когда нанесли, допустим, того же Ханумана или Тигра, это я тебе рассказываю по антропологии и этнографии, да, это не то, что я так думаю или я видел, в них внутри живут духи Тигров, Хануманов, кто там еще, у нас есть Ганеши и много других разных существ и божеств, вот, он как бы живет, он внутри человека, ну, не то, чтобы как в тюрьме, но он ограничен, да, он ему помогает тихонечко и все, но он сидит внутри тихо, и вот монах или шаман читает специальную мантру, он дает этому тигру как бы погулять, то есть тигр подавляет волю человека, человек уходит внутрь, а тигр выходит наружу, и вот как бы это он так себя якобы ведет, он рычит, бегает, кричит, кусается, там, прыгает на всех, вот, на самом деле есть огромное количество видео всех этих мероприятий про легенды, есть легенда, что их массово там всех укуривают, или там что-то им дают, какие-то наркотики, представь, значит, сколько надо закупить наркотиков, на какую сумму, чтобы накурить 10 тысяч человек, мне кажется, что это довольно дорого, сложно, невыгодно, и полиция заинтересовалась бы, скорее всего, этим мероприятием, то есть представь, завтра в храме Ват-Бан-Пра, значит, церемония Вайкру, и туда завозят там 10 фур травы, например, ну, как-то будет все заметно, я много раз был на этих церемониях, вот, Кобу на Вайкру я езжу уже, наверное, лет 15 минимум, я приезжаю, даже бывает, за 2-3 дня до начала, я наблюдаю все этапы подготовки, я часто являюсь спонсором, там, закупаю еду для всех, чтобы всех угостить участников, монахов, да, и всех остальных, там мы скидываемся на аренду тех же усилителей, колонок, микрофоны, навес и все остальное, поэтому я, как бы, немножко наблюдаю процесс изнутри, никаких наркотиков там совершенно не присутствует, вообще ничего, какого-то гипноза, или есть еще легенда, что вот благовония, которые втыкают, они наркотические, но вот где купить такие благовония, у меня многие друзья захотели бы, на самом деле, их приобрести, вот, я вот сам байкер, у меня много друзей байкеров, ссылочка будет в описании, Да, есть, которые употребляют наркотики и любят это дело, да, но вот как бы, они хотели бы приобрести такие благовония, но никто не знает, где их купить, ну да, вот, то есть это все неправда, это все мифы, заблуждения, это неправда, никаких наркотиков там не распылять, ничего такого нету, это самогипноз, массовая истерия, и, возможно, действительно есть что-то связанное с религией, да, вот, с этими поверьями, с мистикой скорее, вот, да, потому что за 20 лет, почти 20 лет постоянного общения с Кобом я насмотрелся много всякого странного и не отрицаю на 100% прям, что это действительно все выдумка, возможно, что-то в этом такое есть. Значит, мы с тобой обсуждали, что буддизм пришел очень мягко, да, без насилия, и языческие, индуистские традиции сохранились, поэтому довольно интересная штука, вот, ты можешь пойти в буддийский храм в любой, в том же Таиланде или в Бирме, вот стоит храм, статуя Будды, монахи молятся, читают мантры, утренняя молитва, помолились, вышли во двор, во дворе стоит статуя Шивы, рядом статуя Ганеши, они сели, опять помолились, поднесли какие-то дары, я узнаю, что Ганеши любит масло, молоко и кунжут, вот, там есть, допустим, там вообще адская смесь, у них есть их святые в буддизме, а также есть какие-то военные герои, которые умерли, их возвели в лик святых, есть короли, которые умерли, их тоже возвели в лик святых, например, рядом стоит статуя короля Рамы V, это король, который правил Таиландом примерно в период правления Николая II в России, да, то есть они даже там как-то общались, вот, есть такой миф, что они якобы были там прям друзья не разлила, да, это все неправда, но какие-то визиты, визиты и знакомства были, так вот, Рама V после смерти был возведен в лик святых, в буддизме, там может стоять его статуя, почти в каждом храме ты увидишь его статую, он любит, когда ему дарят сигары, виски и красные розы, и он покровитель бизнеса и любви. Однако. Вот, то есть у тебя проходит обмен, ты ему даришь сигары, причем ее надо прикурить обязательно, он же сам не может прикурить, у него рук нету, вот, прикурить, положить, а ты можешь попросить внимание какой-то женщины взамен или денег, и это, в принципе, язычество, то есть как бы поклонение духам умерших, да? Ну, по сути, да. Идешь дальше, а тут стоит на территории храма дерево, ты наверняка видел такие деревья в Таиланде, обмотанные цветными тряпками, и там куча каких-то куколки, пусики, домики, газировка, может, там обувь, машинки, кеды, велосипед стоит, вот, это вот совсем интересная тема, это на 100% язычество, это древнейшая вообще традиция, значит, как это получается, что происходит? Допустим, деревня Ивановка, тайская, да, деревня Ивановка, вот, с некоторых пор люди заметили, что там у Пети пропала коза, там у Васи жена очень плохо спит, у Коли дочь заболела непонятно чем, вот, допустим, у нее слабость, она без сил лежит, встать не может, и врачи ничего не могут сказать, что случилось, да, потом там баба Галя пошла утром рано, допустим, по воду на родник, увидела силуэт какой-то там ходит в рощице, вот, и вот они делают вывод, что где-то в деревне или возле деревни завелся какой-то дух, который всем все портит, вот, в России это все было на 100%, то есть, вот, в чем интерес, что язычество вроде выдумка, но почему-то совершенно незнакомые между собой цивилизации создали выдумку, которая совпадает на 100%, вот, это очень странно, да, вот, то есть у нас были лешие, водяные, кикиморы, дымовой, в Тайване все это есть по сей день полностью, на 100%, то есть, есть духи, которые живут в лесу, в деревьях, есть, которые в воде, в озере, в реке, есть, которые в доме живет, все идентично, значит, но у нас это все исчезло, когда пришло христианство, сейчас это даже считается грех, да, с ними общаться, им поклоняться, а там все осталось, так вот, я все это наблюдаю по сей день, я даже снимал видео, фото какие-то, значит, жители этой деревне скидываются, ну, или этого храма, неважно, поселка, скидываются, нанимают специального шамана, не все шаманы это могут, их много разновидностей, сейчас я расскажу попозже про разновидности, например, коп может это делать, но у него нет времени, он не может этим заниматься, да, то есть он не может покинуть свою даму, этот шаман приезжает в деревню, просто по кругу ходит, проводит специальные обряды, читает мантры, курит обычные сигареты, не траву, обычные сигареты, впадает в транс и вот он якобы видит, что, о, ребята, у вас тут вот в этом дереве живет дух, вот, значит, и он ставит домик духов, вот эти кукольные маленькие домики, да, и он может или должен наладить связь с этим духом, то есть он в трансе должен с ним пообщаться, выяснить, как его зовут, установить с ним контакт, да, и что он любит, почему он мешает людям, что нужно сделать, чтобы он перестал воровать коз, чем его задобрить, да, и там самые разные истории, например, дух может сказать, я люблю красные женские платья, дарите мне каждую неделю красное платье, и я вас трогать не буду вообще никогда. Не видел, что платья на деревьях, на этих весельях? Платья не видел. И доезжая до дома Коба, буквально 20 метров стоит дерево, и на нем несколько прибитых платьев гвоздями, женских, красивых, таких длинных, там, фиолетовый, розовый какой-то. Заметил. Бывает, что люди сами догадались, что в этом дереве живет дух, и просто пришли, допустим, молиться, ставить ему благовоние, еду принесли, и кто-то из прихожан впадает в некий транс. Вот я лично это видел, но опять же, эта женщина психически здоровая, нет, откуда я знаю, я справку не смотрел, то есть ее начало сильно так, скажем так, корежить, то есть ее так все согнуло, да, она закатила глаза, начала дергаться, ее там люди сразу поддержали, она сказала, что только что с ней говорил дух, его зовут так-то, так-то, он любит вот это, вот это. Опять же, припадок это был или нет, я не знаю, я рассказываю с точки зрения наблюдателя, можно сказать, этнографа, да. Вот, но это все довольно интересно, потому что это очень древние традиции, они очень ценные, да, потому что мы их можем наблюдать прямо здесь, а не в учебниках читать. И вот местный житель начинает поклоняться этому духу, который живет в этом дереве, сначала они просят не трогать там Колю, вернуть козу и, не знаю, дать жене спать нормально. Потом, когда дух уже достаточно хорошо задобрен, они могут его уже о чем-то просить. Там огромная целая культура, например, там, сдать экзамены, там, чтобы на тебя запала Юля с соседней деревни, чтобы у тебя перестала ломаться машина, да, и, ну, там, перестал болеть, выздоровел, родился ребенок, все что угодно. И есть духи, которые специализируются на чем-то одном, то есть, есть, например, в Таиланде один дух, который живет в одном дереве, который специализируется, опять же, на бесплодии, то есть, на рождении детей. К нему люди едут со всей страны, из соседних стран, причем, в Таиланде, что интересно, это совершенно не зависит от уровня образования и дохода. Это могут быть образованные люди, которые закончили, там, допустим, Кембридж, да, богатые тайцы, которые живут, у них там бизнес США где-нибудь, но при этом, вот, у них неизлечимое бесплодие, они приехали посетить этого духа. Я видел таких, там тоже довольно интересная традиция. Дух согласен только на обмен. Чтобы он тебе дал ребенка, надо ему дать ребенка. Вот, поэтому они покупают, знаешь, сейчас современные есть куклы, которые вот от детей практически такие резиновые, то есть массогабаритная модель, то есть они вообще неотличимые, там, с 10 метров, тяжело отличить от настоящего младенца. Можно принести в жертву. Вот они покупают таких кукол, на них покупают довольно много золотых украшений с бриллиантами. И отдают. Да, отдают в этом храме, там дерево, там гора этих кукол, никто это золото не собирает, оно там лежит 10 лет. Что это будет, если соберут золото? Никто не решится, ну, или только сумасшедшие, потому что считается, если ты что-то украл у духа, то это верная смерть. Вот, брать с собой что-то из таких мест, это очень-очень-очень плохая примета, и я на себе, вот, например, я атеист, но я не пробовал на себе, почему-то не хочется. То есть, может быть, не хочется это проверять на практике. Может быть, психически больной человек что-то может оттуда взять, но здоровый не возьмет. Вот, то есть, как бы проверять никто не хочет. Вот, и вот есть духи такие, которые специализируются на самых разных вещах. Есть, которые там заказны убийства, там привороты, бизнес развития. В смысле, можно заказать убийство в духу? можно заказать убийство, да. Можно заказать убийство, можно заказать там аварию. а если ты заказываешь убийство, то тебе получается в жертву тоже надо кого-то принести? Нет, там все любят разное. Кому-то достаточно положить монетку, стопочку виски, сигарету, и он кого-то завалит. Кого нужно завалить? Это прикольно. Есть, например, такое, что, например, вот мы с тобой общались, дружили в юности, а потом как-то мы потеряли друг друга. Можно купить что-то ездовое. Видел, у них там слоники, лошадки стоят. Это вот ездовые животные. Ты вот, лошадку, есть специальные магазины, где все это продают. Ты специально лошадку покупаешь, ставишь, говоришь, вот дух Петя, скачи, я уже 10 лет не общался с Колей, не помню, где он, не знаю вообще, номер его, пожалуйста, напомни ему про меня, пусть он мне позвонит. Может, считать, что он оседал, поскакал, или там, чтобы Юля на тебя внимание обратила, он поскакал, Юлю уговаривает. То есть, такое. И это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, это огромное богатство, да, историческое, как бы. И самое интересное, что человек может работать программистом, или там, допустим, настройщиком спутниковой связи. То есть, у него хорошее высшее образование, он, по сути, там, разбирается в каких-то науках, да, но он может во все это верить. И они во все это верят. В Таиланде атеистов я не встречал, вообще нет. Вот, вот, поэтому все дошло до наших дней. И вот смотри, есть шаманы, которые тату, есть шаманы, которые занимаются только установкой домиков. И у них расписано там, месяц на два, все вперед, как правило. Сколько такая процедура может стоить? Я тебе скажу, мы приглашали не один раз, я как переводчик там был, к разным знакомым, тайцам, не тайцам, там, я просто приходил посмотреть, я переводил, если это были не тайцы, от 270 долларов, на рубли я не посчитаю, в рублях не очень хорошо ориентируюсь, до 700 долларов, это может все стоить. Это вместе с покупкой домика, с дарами, с зарплатой этому шаману. Вот, если ты замечаешь, что у тебя дома какие-то шумы, шаги, ты плохо спишь, плохие сны, или что-то пошло не так в бизнесе, ты приглашаешь в офис и домой тоже таких шаманов, которые смотрят, есть ли у тебя тут добрый или злой дух, ставят тебе домик, туда его селят, и рассказывают тебе, как с ним подружиться, и чтобы он работал теперь на тебя. То есть это по сути дела славянское общение с домовым. Все то же самое. По сути, да. Вот. Далее про специализацию шаманов, то есть вот есть тату, есть которые только духи домики, есть которые только занимаются линиями судьбы, смотрят и рассказывают. Хироманты, да. На тайском называется Мо-ду, Мо-это доктор, Ду-смотреть. Смотрящий. Коб тоже умеет. Коб умеет, но опять же у него на это нет времени, он может глянуть перед тем, как бить тебе тату. Да, да, да. Кстати, были довольно интересные истории, когда он смотрел и говорил, что извините, я уже помочь не смогу, вам осталось жить там пару лет. То есть было даже такое. Было даже такое, и ты представь меня на месте переводчика, то есть я сижу, нет, а мне сейчас надо этому человеку об этом сказать, понимаешь? Да. Или, например, приезжают люди, и женщина расскажет, что у нее бесплодие, она плачет, и он смотрит и говорит, извини, у нее детей не будет никогда, я помочь не смогу, поэтому я бить тату не буду, чтобы не задерживать, не тратить время, давайте следующего звать, а мне нужно им об этом сказать. Я сижу, и ему на тайском говорю, что мне теперь делать, как бы, если не скажу. Ну, что говори. Он говорит, не скажешь, это грех. Я говорю, я скажу, они типа сильно расстроятся, и, например, она сейчас возьмет и повесится. Он говорит, это тоже грех. Я говорю, что делать? Он говорит, сам решай. Такая подстава своеобразная. Ну, да. Ну, я говорю, конечно, стараюсь как-то помягче, но считаю, что моя обязанность донести до человека, да, всю информацию. Так вот, есть монахи и шаманы, которые высчитывают твою судьбу по нумерологии. Это все там есть, давно серьезно. Мы все рассказываем, что это очень популярная тема. верят, и у них прям такие толстые книжки старинные, древние, все. Вот, есть самый страшный, это Мо Кхмен. Мо это доктор, опять же, или врач. Кхмен это Кхмер, Камбоджа, Кхмер. Это типа камбоджийский доктор, вот ему как раз заказывают всех. А, то есть это как вуду такой. Заболеть, выкидыш, без поводи, смерть, убийство, разлюбили, привороты такие, от которых потом умирают, там и все остальное. Я два раза хотел съездить, пытался попасть к этому Мо Кхмен, но он меня оба раза не принял. То есть, как бы, поэтому я их работу наблюдал только из телевидения, из новостей, из рассказов других шаманов и косвенно касался этого. Я так понимаю, их вообще немного. Их очень мало. Их вообще мало всех, настоящих. как бы аферистов полно, как и здесь в Москве гадалок сейчас в каждом квартале. В Ютубе, знаешь, кошка летит, нужна помощь Бога. Ну да, да, да. Вот. И я, конечно, не хотел никого заказывать. Я с точки зрения именно изучить вопрос, да, собрать информацию интересную, там, традиции какие-то. Он отказался меня принимать, ездил два раза к разным, обувь меня не приняли. Но к обувь приезжали несколько раз люди, которые считали, что на них порча. На самом деле почти все женщины из России, которые приезжают, говорят, что у них порча. Вот. Ну, копам, как правило, там, ну, там разговор обычно как строится, что мне уже 35 лет, я не могу выйти замуж, у меня порча. Он говорит, вам бы похудеть килограмм на 50, и как бы все будет хорошо. А как ты до них такую информацию доносишь? А что делать? Перевожу. Вам нужна, короче, диета, соблюдайте, упражнения специальные, магические. такие вещи, как говорит, вам бы похудеть, попуститься в плане того, что вы много ругаетесь, материте ваших мужиков, они вас бросают, похудейте, перестаньте материть ваших мужиков, типа, и будет замужество. А он там, да нет, у меня точно порча. Ситуация в чем? Человеку всегда легко объяснить его какие-то слабости влиянием извне. Я хороший, вот меня попортили. Переложить ответственность. Но смотри, в чем интересный момент, за те 18 лет, что я к нему езжу, или там, может, 19 уже, я точно не скажу, раза три было такое, что человек, он говорил, да, действительно, на него что-то навели и сделали, в нем живет некий злой дух какой-то. Вот, в этом случае не было ритуалов экзорцизма, как по телевизору показывают в фильмах, к сожалению. А жаль. Я хотел бы посмотреть, да. Он просто набивал тату, которые якобы отпугивают злых духов от человека, потому что по их рассказам все порчи, это все только злые духи, всегда. То есть, как бы, черная магия, это вот, я какого-то духа попросил сидеться в тебя или жить с тобой, делать тебе плохо, да. Вот, он набивает тату, мантры, которые отпугивают, потом дает какие-то обряды, которые надо привезти дома. Они тоже там совершенно простые, там типа вечером на закате на перекрестке поставить вкусной еды, предложить этому духу покушать, зайти домой, не оборачиваясь, закрыть дверь и поставить перед входом стакан чистой водой, он домой больше не зайдет. Вот, правду, неправду не знаю, не проверял, но как материал это довольно интересно и ценно, да, то есть, такие все истории. То есть, это традиции, которым, ну, представь, это до буддизма, буддизму две с половиной тысячи лет, это все они делали уже задолго до буддизма. Еще в чем интерес, что мы тоже это все делали, но у нас потом все это исчезло, как бы. Самое главное, что это работает, то есть, это необъяснимо, но работает. мы не знаем, а для меня больше ценность именно материаля. Значит, и есть такие добрые шаманы, которые называются Рыси. Рыси, это типа, как мудрец или знахарь, который живет в лесу и к нему идут те, на кого навели камбоджийский докторат. То есть, снятие всех глазов, порчи, проклятий, то есть, по сути... Совместный бизнес. Да, по сути, то же самое, что делает коп, но без тату. Они проводят множество всяких церемоний, дают, над водой водят там как-то свечами, капают воском, дают тебе выпить эту воду, ножами над тобой могут водить. В принципе, методы, которые действительно показывают часто по телевизору. Вот, я, ну, был несколько десятков раз, наблюдал все это, но чего-то прям такого вау, супер-мега-интересного не увидел. Вот, ну и все-таки мы сегодня про тату. Да, это вот вкратце про какие бывают шаманы, чем они отличаются друг от друга и, собственно, духи, и там настолько все красочно и разнообразно, что это можно рассказывать неделю. То есть, расскажи про отношение к сакьянту христиан, буддистов и мусульман. Я просто рассказываю, я не агитирую ни за, ни против, я атеист и совершенно ровно отношусь ко всем религиям. Я читал и Библию, и Коран, и Трепетаку просто с целью ознакомления. Значит, действительно, организованные религии, такие как христианство и ислам, они запрещают любые тату, любые. Вот, но там написано как? Там написано так, что не изменяй тело данного тебе Богом, потому что оно создано по подобию его. Как это трактуется? Вот, вообще-то это трактуется, что, например, нельзя брить ноги, подмышки, то есть, украшать себя какими-то вмешательствами, методами, которые связаны с вмешательством. Допустим, татуаж бровей это такой же грех, как сакьян. Любая операция. Любая операция. То есть, мы все знаем, что до какого-то времени, вот, относительно недавно, буквально 300 лет назад, если у человека был аппендицит, его нельзя было удалять, он должен был помереть. Вот, это как только не называли, там, и заворот кишок, и по-всякому, но эти все люди умирали. Проблема в чем, что, если ты действительно хочешь соблюдать все заповеди и жить по всем правилам, то, на мой взгляд, жизнь такого человека вообще невозможна. Вот, в нашем современном мире и, как бы, она нереальна, поэтому мы в любом случае нарушаем, если не все, то многие заповеди. Либо он должен вознестись. Вот, ну, или да, то вот, надо сесть, умереть и все. Значит, поэтому сакьян, если для верующего человека, то это капля в море его грехов будет, и, наверное, Бог, если он любит, он его простит. Я так думаю. Вот, если ты прям совсем, вот, все соблюдаешь, я не встречал таких людей, но теоретически, то да, тебе любые тату категорически бить нельзя. Категорически. Вот, поэтому это все очень относительно. Приезжают всякие разные совершенные люди, и очень много, допустим, едет из Казахстана, который вроде как все мусульмане. мусульмане. Сейчас я сказал бы, что больше не верующих, христиан и мусульман, а больше все-таки агностиков. Агностик это человек, который верит в некую высшую силу, но не соблюдает каких-либо традиций, не проводит обрядов. Вот, скажем так, большинство таких. Но, при этом, они себя ошибочно подчисляют какой-то религии. Кстати, тайцев тоже довольно много таких. Почему-то наши многие считают, что вот если таяц, он прям буддист, закоренелый, он не врет, не обманывает, не ворует, не убивает. Все есть. И бытовые убийства, и воровство, и мошенники, и обманщики, и как бы все, как и везде. Люди везде живые, и религия пока никого в этом плане не остановила. Люди везде люди. Да. Если ты хочешь узнать, как, например, коп отнесется к тому, что к нему приедет мусульманин или христианин, нейтрально. То есть это люди сами должны решить. Кость, расскажи, пожалуйста, вот мы затронули тему амулетов. Что это за амулеты? К какой традиции они вообще относятся? Сколько это стоит? И можно ли людям, которые нас смотрят, каким-то образом приобрести эти амулеты? Смотри, вообще это огромная, очень интересная культура, просто потрясающая. Это намного глубже и серьезнее, чем сакьян. Ее можно изучать просто годами. в Таиланде и в буддистской Юго-Восточной Азии. То есть это Бирма, Камбоджа, Таиланд, Лавос. Эта тема очень сильно развита. Она, естественно, из язычества, она очень древняя. Она коснулась, конечно же, индуизма, и она очень плавно перешла в буддизм. Там тоже самое. Это вот некие амулеты волшебные, шаманские, наговоренные или монахами, или шаманами, через там кучу всяких провели и каких-то обрядов. Специальным образом сделанные это или подвески на шею, или кольца, или браслеты. Там все, что угодно. Там и Горуда, и Ганеша, и Хануман, и святые в буддизме, и, допустим, фаллические символы, и свастики, и все, что угодно есть. То есть это дикое сборище вообще всего. Есть амулеты очень древние, есть амулеты, которым там по несколько тысяч лет. Есть огромная культура их коллекционирования, скупки, перепродажи, перекупки. Есть специальные оценщики. Я знаю, что Кобу приносят при мне. Буквально приходил человек, приносил ему амулет, и он его разглядывал, смотрел и говорил ему, ну, видимо, стоимость этого. Есть специальные оценщики. Вот ты как раз заставил Коб один из них, то есть он авторитетный специалист по этой теме. Смотри, я могу сравнить это с иконами. То есть, если мы сейчас с тобой пойдем в то место, где продают православные старинные иконы, шансов где-то процентов 200 у нас обманут. Поэтому нужен специалист. Специалист на что смотрит? Краска, древесина, лаки, состав, форма трещин. Там миллион всяких моментов. Вот то же самое с этими элементами, то есть наличие примеси в бронзе, в меде, в латуне, в золоте, они всегда были обязательно на чистого золота в средневековье или буквально 200-300 лет назад не лили. Или там медь, бронза. Наличество примесей, ошибки, где-то какие-то черточки, сбои. Вот формочки, куда отливали, там вот какая-то допустим буковка А, она немножко крива. И это только в этой формочке. И там настолько все мелкое, микроскопическое, что повторить такую же кривую эту букву А, ну я условно говорю, невозможно вот точно так же ее сделать кривой или там какой-нибудь хануман, у него один глазик меньше другого там на треть. Это нужно все знать, это нужно все смотреть. Есть хорошие подделки, есть плохие подделки, есть амулеты, которые стоят несколько миллионов долларов. Вот у Коба конечно таких нет, но он мне показывал, амулет ему достался от учителя, 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 оттуда откуда-то пришел, который стоит там ну несколько десятков тысяч долларов. Вот есть коллекционеры, Коб один из коллекционеров, то есть он коллекционирует. Просто огромное какое-то количество на нем на самом. Да, вот амулеты играют примерно такую же роль как и тату. То есть защищают, придают тебе красноречия, любви, там денег и всего-всего остального. Для чего их используют? Ну во-первых, это стандартная человеческая любовь и тяга носить украшения не просто так, со смыслом. Да, вот согласись, это намного интереснее, чем просто купил там какой-нибудь гуччи или армании носишь, да, или что там, граф. а тут кольцо, которое сделали специально для тебя, подобрали мантры специально для тебя, те, которые ты просил, провели специальные наговоры, обряды, которые ты просил, да, и плюс я с удивлением, когда я, наверное, лет 10 назад занялся ювелирным бизнесом, у нас с женой свой бренд и своя компания, я с удивлением узнал, что оказывается коп тоже разбирается, он говорит, какие камни, что дают человеку, как правильно носить, на каком пальце, когда, да, одевать, как бы и все остальное, то есть я опять же отнесся к этому с юмором, ну, для меня это просто украшение, было, а потом я познакомился в Питере с довольно известным астрологом, она тоже прилетала к Обу не один раз, уже на датуировке, я не буду говорить, как ее зовут, и мы как-то заговорили про камни, она мне рассказала, что по ее версии человеку дают камни, и их рассказ совпал на 100%, то есть девушка из Питера и пожилой шаман из Таиланда сказали одно и то же, я решил, опять же, как ты говоришь, ты практик, я решил выступить практикам, и стал уже делать не просто украшения на продажу или там для себя и для жены, а мы стали делать в том числе и ювидирные амулеты, мы их сами не придумываем ни в коем случае, мне советуют, мне советуют, саму модель, как это будет выглядеть, мне советуют рисовать часто коп, коп, кстати, очень красиво рисует, очень круто, он очень крутой художник, я не знаю, вот он рисует, как, знаешь, там на принтере напечатано, и он рисует эскиз, ну, например, человек мне пишет, говорит, что я не могу приехать на тату, физически это невозможно, допустим, я болен, или там, мне лень, или нет денег, или я был на тату, но я хочу, вот украшения не хочу носить, обычные, хочу необычные носить, да, спрашиваем там, что хочешь, он там, допустим, мужество, любовь, я приезжаю к обу, он рисует какой-то эскиз, и говорит, какой туда лучше поставить камень, бывает, что на выбор, там, или вот рыжий сафир, или розовый гранат, или черный бриллиант, например, вот, я даю уже своему модельщику, который делает 3D модель, вот, он делает 3D модель по наброску к оба, привожу обратно к обу, он смотрит, говорит, нет, тут вот это нельзя, потому что это изображение канонизировано, здесь эти полоски должны упираться там, допустим, вниз, друг в друга, а у тебя они вот так вот просто сходятся, поправьте, мы поправляемся опять, если ты видел в моей группе ВКонтакте, вот, одно из последних мы делали такой амулет, листик дерева Бодхи, есть такое тату, это счастье, любовь и привлекательность для мужчин и для женщин, это дерево Бодхи, это дерево, под которым Будда просветлел и он под ним же родился, да, вот у него листики вот такой формы, вот сердечко, такое, да, и есть такая татуировка, есть такой амулет, вот как бы мы вот делали такой амулет под заказ, значит, коп дает мантры, которые там должны быть, он вам потом наговаривает, проводит с ним обряды, вот он нам правки вносил три раза, что нет, не годится делать заново, это канонизированное изображение, его нужно сделать правильно, вот, и вот у нас уже, наверное, около 30 разных амулетов мы делаем, как заказать вот что-то подобное, значит, пишите мне, что я хочу какой металл, золото, серебро, там, желтое золото, с чернением, белое, неважно, и мне хотелось бы, чтобы он имел вот такое-то значение. А если человек не знает, ну вот, какой ему больше подходит? А металл никакой роли не играет. Не играет. Да, камень главное. То есть, вот он пишет, что там, я хочу, допустим, чтобы это была любовь. Да. Вот. Я еду к обу, он подбирает, дает мне мантры, который нужно нанести, да, и он подбирает камень. Я все это пишу человеку, мы с человеком подбираем эскиз, потом я согласую с кобом, опять с человеком, и когда уже все согласовано со всеми, мы делаем это изделие и доставляем его там в течение, доставка у нас несколько дней в любую точку мира. Есть такие компании, как DHL, вообще разные, всяких других. Плюс в Москву у меня постоянно летают такие товарищи, как ты, например, которым можно доверить. Единственный момент, что у нас очередь по заказам три месяца минимум. Изготавливать его неделю именно очередь, то есть заказов очень много, и наши мастера не успевают делать. Сколько стоит? Колечко или подвеска будет от 1800 долларов, скажем так. Это абсолютно реально адекватные, на мой взгляд, деньги за украшения, которые еще и со смыслом. Это будет драгоценный камень, это будет серебро или золото, да, это будет все под руководством Шамана. Какая максимальная стоимость украшения была? Мы участвовали в сделках, как посредники, где продавали рубин за 7,5 миллионов долларов, поэтому предела нет. На самом деле, драгоценные камни, они могут стоить, я лично держал в руках сапфир за 32 миллиона долларов, поэтому тут предела вообще нет. То есть это зависит от заказчика. Мы найдем и сделаем любой, все что угодно. Значит, единственное, что можно сказать, что наши цены значительно ниже, чем магазинные в России или в Европе, неважно. Почему? Потому что, чтобы попасть в магазин, любой камень, неважно это, гранат, софи, рубин, он проходит кучу перекупщиков, всегда. Я всегда лично сам летально добычу, там закупаю, там по ценам, ну не по 15 долларов, но я тебе сейчас скажу, смотри, камень, который стоит у нас тысячу, в магазине стоит пять тысяч, там три тысячи. Вот, то есть как бы разница довольно ощутимая. То есть за меньшее деньги вы получаете очень хорошее качество. Вот, ну и плюс украшение непростое. Если вы хотите сделать татуировку сакьянта или татуировку со смыслом, не бойтесь ничего, пишите мне, я вам помогу. Единственное, что, если вы узнали про сакьянта сегодня, вот сегодня вы узнали про него, изучите все внимательно и подождите хотя бы полгода. Очень много людей мне пишут, здравствуйте, мне сегодня рассказали, можно я завтра прилечу? Я всем отказываю, потому что это навсегда, это на всю жизнь, то есть этот тату потом стереть невозможно и, кстати, есть правило, которое запрещает его удаление. То есть удалять его уже нельзя никогда. Поэтому мой совет какой? Не спешите, подумайте, пишите, все организуем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте осознанными, делайте осознанные татуировки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok